Семинар Сегодня семинар. На самом деле я уже подумал, что можно обсудить. Дело в том, что в прошлый раз мы обсуждали методологические проблемы, вот можно эти методологические проблемы обсудить уже с использованием текста ниши, с обращением неким первоисточникам. Это первая проблема. А вторая проблема, можно обсудить, как понимается у Гегеля всеобщий субъект. Всеобщий субъект, как понимается у Кант, у Фихта, трансцендентальный субъект. У Шерлинга, как понимается, трансцендентальный субъект. Он тоже является всеобщим, просто слово другое. Может попытаться просто понять, на самом деле, почему же они именно вводят этот субъект, для каких нужд, чтобы понять, откуда все это идет. Ну вот насчет этой первой задачи, продолжения нашего обсуждения методологических проблем. Дело в том, что я говорил о том в прошлый раз, что нам надо, возможно, продумать некий новый способ поставки вопроса. Не просто там отнестись к анализу того, что такое сознание, исходя из причинно-следственной логики. Вот есть некая древняя установка, идущая из древности, что всякое действие имеет причину. Этой же установке исследует Декарт, этой же установке исследует Спиноза. Спиноза это вообще является одним из главных принципов. Всякое действие имеет причину, это один из главных принципов. И даже бог у него есть, кауза суи, то есть причина самого себя. То есть понятие и причина для Спиноза является неким главным понятием, неким ведущим понятием, от которого, как и все остальные понятия, также получают свой контекстуальный смысл. Так вот, наука, классическая наука, мы пока не берем релятивистские квантовые представления, вот классическая наука, она тоже исходит из того, что ищет всегда для всякого действия причину. И, собственно, наука это и есть некая дисциплина, которая разыскивает для всего причины. Это тоже некая установка, и эта установка через всю ногу сквозной нитью просвещивает, и мы это видим. Немножко эти представления пошатнулись в квантовой механике, где возникают какие-то спонтанные, непонятные вещи. Вдруг возникает, допустим, из ничего вдруг возникает электрон-позитрон. То есть какие-то странности появились. Это другая формулировка принципа причинности, это из ничего ничего не возникает. Другая формулировка, это уже принципы, просто это как бы отрицательная формулировка. Формулировка причинности имеет положительную формулировку и отрицательную. Положительная – это всякое действие имеет причину, а отрицательная формулировка из ничего ничего не возникает. Так вот, другая логика. И другое методологическое основание, которое можно предложить, вот как раз можно найти у НИЧ. Сам НИЧ, я не знаю, понимал он или нет, что это основание является существенно другим. Возможно, понимал. Важно то, что после него эта установка, допустим, пользуются многими. И феноменологи пользуются, но и прежде всего Хадигер. Как я понимаю. Можно было бы назвать эту установку следующим образом, что исследуются некие действия, скажем так, исследуются не со стороны своих причин, а со стороны своих симптомов. То есть действия исследуются не во временном отношении, а в отношении контекстуально. Это существенно. То есть говорится о том, что исследование причины, то есть исследование попыток найти либо основание, либо ступить на шаг назад во время, это сама по себе оказывается некая предпосылка. А почему у каждого действия должно быть причин? Исследуется вопрос с другой стороны. Исследуется вопрос с той стороны, что всякое, все, что мы пытаемся познать, имеет жив, является чем-то, каким-то элементом целого. И в этом целом оно определяется этим контекстом, контекстом, который дает ему сон. Вот, например, такой пример приводит Ницше по поводу болезни и здоровья. Можно было бы сказать, что этот молодой человек такой бледный, потому что вот какая-то причина, болезнь в него внедрилась и сделала его бледным. Это одно объяснение. И в этом объяснении, кажется, ну, кажется очевидным, действительно была какая-то причина, был здоровый человек, раз болезнь его подкосила, и он стал типа больным. А можно рассуждать по-другому. Этот молодой человек потому заболел, что он ослаб внутренно. Да, что вот... Не было никакой внешней причины, которая его сделала слабым. А он сначала ослаб, а потом болезнь, которая всегда была рядом, она просто овладела им. То есть, получается, причины и следствия вроде поменялись местами. Но суть вопроса не в этом состоит, поменялись ли причины и следствия местами. Потому что здесь не экилибристика, здесь просто другая логика. Надо рассматривать, на самом деле, человека как некое целое. Не так повторить к вопросу, что всегда есть некие внешние причины, почему человек такой или другой. А человек такой, какой есть. В этом есть некая как бы фатальность. И надо смотреть на то, почему он так или иначе действует. Не исходя из причинности, а исходя из того, в чем проявляется его действие. Вот человек, его действие, точнее, состояние человека проявляется на нарушение его здоровья. Вот мы смотрим на нарушение здоровья и понимаем, что такое этот человек. А не так. Мы понимаем, что у нас есть какой-то идеальный образ здорового человека. И если человек больной, значит, с ним произошло что-то. Какое-то событие с ним произошло до этого, до того, как он стал больным. То есть, два разных подхода. Есть некие идеальные формы, идеальное, например, здоровье. И если человек больной, значит, когда-то было событие, он заболел и стал больным. Это одно рассуждение. А другое рассуждение. Человек такой, какой он есть. То есть, он больной. И это, на самом деле, составляет сущность того, что представляет собой данный конкретный человек. И не надо искать какую-то причину, почему он стал больным. Он, может быть, никогда и не был здоровым. И, может быть, состав того, как этот человек живет, и что он собой представляет, болезнь входит органическим образом. Он больной, и эта болезнь является его природой. Вот так рассуждает Ницше. Когда он осуждает христианство, или когда он обсуждает вообще понятие здоровья, которое у него возникает, оно всегда имеет именно такой смысл. Что здоровье, это не то, что перешло, то есть, болезнь, это не то, что перешло от состояния некого предыдущего здоровья. Было некое идеальное состояние здоровья, и перешло болезнь. А болезнь, это и есть сущность неких людей. Вот, да, он говорит о рабах. Вот есть рабы, вот они мстительные. Они просто по природе своей. Пассивные, они по природе своей больны. У них природа такая. И нечего обсуждать о том, как их уличить. Их уличить невозможно. Ну, я не хочу обсуждать фашистующие какие-то взгляды. Хотя мы видим, что все-таки люди делятся на больных и здоровых по какому-то признаку. Но это просто пример. Да, это пример. Это пример. И просто именно Ницше предложил первые именно такого рода методологию, когда предмет рассматривается в неком окружении того, как он есть, и не обсуждается, как он стал таким. Не берутся какие-то идеальные типы. Это философия имманентности. Да, философия имманентности. Философия имманентности, да. Там, как бы, внешняя причина. Это, как правило, что-то по ту сторону всей целокупности. Это еще самое главное надо понимать, что, вот я говорил об идеальном типе, да, вот мы говорим здоровье. То есть, мы говорим о неком, как бы, предпонимании, да. Вот есть некое, заранее, вносится некое понятие здоровья, и мы сводим к нему. То есть, мы заранее уже рассматриваем не данного человека, да, мы его отбрасываем, а берем уже какой-то аспект, например, здоровье или болезнь, и пытаемся его к этим неким идеальным типам вывести. То есть, пытаемся уже рассуждать абстрактно. Мы уже потеряли этого человека конкретного. Мы уже ушли от разговора. Мне кажется, что как раз вот сознание, когда мы изучаем сознание, оно требует именно такого подхода. Надо подходить к нему так, как оно себя проявляет, и не пытаться понять, какова же его причина. А в данном случае в нашем разговоре это очень важно. Потому что, как раз, когда мы говорим о сознании, мы именно говорим о том, что сознание не... То есть, сознание непонятно, что такое. То ли у сознания есть причина в виде я, то ли сознание это и есть само я, то ли сознание это некое, как бы, самостоятельное явление, у которого нет никакой причины, которое перед ним стоит, и которое его причиняет. Вот как бы у нас есть субъект актов, он является причиной актов, да, он причиняет эти акты в каком-то смысле. Мы это как бы решили, что данный подход вроде похож на правду. Но вот с сознанием так поступить нельзя. Нет какого-то субъекта, который причиняет сознание. Я могу как бы со стороны Хайдегера то же самое высказать. Есть такая книжка. Это курс лекции Мартина Хайдегера «Положение обоснований». Вот я как бы в двух словах расскажу о том, о чем там написано. Значит, Хайдегер начинает разбирать положение обоснований. Это, по-моему, первое положение в логике Лебница. Как оно звучит? Оно звучит так, как бы, отрицательным образом. Ничто не есть без оснований. То есть, без достаточного основания, то есть, ничто не есть без достаточного оснований. Как это следует понимать? То есть, как это вообще... Ну, казалось бы, достаточно пустое утверждение. Оно явным образом в логике-то и не используется нигде. Но не явным образом используется постоянно. И вот Хайдегер утверждает, что это некий посыл, некий неф, который всей вот этой западной цивилизацией, там, рационализм управлял. То есть, который, как бы, диктовал нашей истории все ее, так сказать, повороты. В том числе и весь научный прогресс, с этим связанным весь техногенный прогресс и так далее. Каким образом? Значит, как понять это положение? При том, что Хайдегер считает, что оно верное. Да? Оно верное. Просто оно, как бы, скажем так, неправильно понято. Ничто не есть без оснований. Как понимает его вот эта вот западная рациональная мысль? Она, как бы, понимает так, что всякое сущие, всякое сущие, вот, всякому сущему следует доставить основание, вот это вот достаточно, в качестве, внимание, другого сущего. То есть, у каждого сущего есть в качестве основания другое сущие. Ну, вот, допустим, как бы, занимается физика какими-нибудь, там, атомами. Занимается, находит, как бы, их какие-то законы поведения, туда-сюда, и каким образом она обосновывает, как бы, это сущее. И какие причины, да, или какие основания. Ну, там, основание – это ratio, да, на латыни. То есть, собственно, рационализм – это, как бы, обосновывающее мышление. Какие причины могут лежать в основании, допустим, атома? Выясняется, что это электроны, это ядра, которые, в свою очередь, состоят, там, из каких-то протонов и нейтронов. То есть, поведение атома обосновывается, исходя из поведения, допустим, электронов и протонов. То есть, других сущих. Вот. Поведение протонов и нейтронов обосновывается, исходя из кварков. И Хайдегер замечает, что, как бы, вот этот вот подход доставлять в качестве достаточного основания одному сущему, другое сущее – это подход, который низвергает, как бы, вот эту рациональную мысль в дурную бесконечность. То есть, мы, как бы, под одно сущее в качестве причины подкладываем, ну, в качестве основания подкладываем второе сущее, под него мы тут же ищем следующее сущее и так далее. Вот. И нам нет здесь причин естественным образом остановиться. Вот. Ну, как бы, а каков положительный ответ на вопрос и каков положительное прочтение вот того же самого положения об основании? Ничто не есть без основания. Значит, Хайдегер говорит, что ответ вшит в само это утверждение. Там есть это слово «есть». Он говорит, что вот бытие, о котором идет речь, это и есть то самое основание для сущего, для всякого сущего, и его основанием является бытие. Вот. Иными словами, это то, о чем ты говоришь, да, то есть, это можно назвать, грубо там, природой, или, ну, вот, вот сущие таково, каково оно есть. Вот. Почему? Потому что оно есть. И вообще, почему, как бы, почему сущее, да, вот потому что оно есть. Это не значит, что, так сказать, рациональный вот этот подход, да, это что-то там... Нет, понятно, что мы от него не отказываемся. Да, мы не отказываемся от него, просто надо понимать, как бы, в каком направлении он движется, что он делает, как бы, какие у него перспективы, вот. И вот в этом плане он там, ну, Хайдегер любит такие вещи там, деревенские, он там вводит понятие, вместо основания понятие «почва», «грунт», вот, немецкий этот. Вот. И говорит, что вот как бы надо искать не основание, а почву, на которой мы встали и стоим, потому что вот это западное основание, оно как бы разверзается в бездна пустоты. А вот мы как бы встаем на почву, на землю этого бытия, и на ней уже стоим твердо. Вот такая ремарка. То есть надо как бы взять какое-нибудь одно основание, да, в данном случае бытие? Не, ну, бытие не может быть... Чтобы избежать бесконечности. Ну, нет, ну, мы не то чтобы... Мы не можем его взять или не взять, оно как бы уже и опять же есть. Просто это может быть как бы... Можно по-разному воспринять. Это может быть, как сказать, не консервативно, а как... Может быть, это капитуляция мысли, да? Вот, мы не будем разбираться, искать основание, то есть в качестве основания для сущего подыскивать другое сущие, подыскивать какую-то действительную причину, а скажем, что просто как бы вот все есть такое, какое есть, всегда же можно так прочесть этот поворот. Вот, и... И на этом как бы успокоимся. Вот. Другое дело, что бытие, вот, в его как бы... В его этом дискурсе, это не просто как бы пустое слово, которое можно один раз сказать, и все, бытие. Оно вроде как тоже имеет структуру, оно может быть... Может быть разные способы бытия, да? И это делает... Это может сделать разговор содержательным, во всяком случае. То есть, как бы, если он начинает дальше критиковать вот эту западную цивилизацию, техногенность как раз этой книжки, там, атомный век, все такое, чуть ли не перспектива апокалипсиса, ну вот, по-моему, даже он как бы одним из первых там вот это все разговоры завел, которые потом стали модными. Так вот... На самом деле, нашу первую очередь. Кризис европейский цивилизации. Ну да, он тоже, да. Но как бы в другом плане, да, он видел как бы кризис как раз необоснованности, да? Необоснованности. Но как бы в качестве примера как раз брал вот эту вот логику научную. Искал как бы вот достаточное основание, но при этом сам того, может быть, не желая, не желая, я не знаю. Парадоксальным образом развивал именно эту феноменологию, которая как бы основывает все вот в этом субъекте, вот, в каком-то, ну, в сознании, в какой-то феноменальной данности. А все-таки он в хадиге различает понятие основание и причина? Основание и причина так буквально нет, не различает. Просто если основание он понимает как причину, то ведь у нас с незапамятных времен, опять же, да, с отечностью есть проблема последней причины. Там всегда как качество, можем в этой цепочке причин, которые мы подкладываем, да, под данное действие, мы можем уйти в некую бесконечность, да, и это вот как бы... И бесконечно находить для каждой причины новую причину. И последней этой причиной в схоластике, ну, и так в конце античности, это всегда считается Бог, да, или так форма форма, некий абсолют. Он неизбежно возникает, чтобы вот этой бесконечности не было, чтобы ее ограничить. Но вопрос здесь не о том состоит, что это возражением является, вот эта бесконечная отсылка, что он является возражением. Возможно, он и не является возражением, да, потому что, как бы, эта бесконечная цепочка причин это некое субъективное действие. Да, в принципе, наука же ведь тоже не уходит вдаль, да, она ведь берет некие причины ближайшие и говорит, что если вот мы можем объяснить с позиции ближайших причин, этого достаточно. Они рассматривают эту бесконечную цепочку, она не возводит своей причиной к Богу. Но к Богу не возводит, но тем не менее она цепочку, как бы, некоторую цепочку разворачивает. Разворачивает, конечно. То есть для того, чтобы что-то объяснить, она может быть разорачиваться больше и больше. Это понятно, да. Вот, хорошо. Вопрос с причиной и основанием, это же мой любимый. И сейчас вернемся к нему. Я еще один пример приведу по поводу вот этого вот ситуации разворачивания этой цепочки. Возьмем, как бы, пример, даже не точных наук, а математики. Вот есть там эта процедура, собственно, аксиоматизации математики и так далее и тому подобное. Ну, не будем сейчас тут снова вспоминать теорему Гёделя, которая как-то там вот эту формализацию арифметики ставит под большой вопрос, да. Ну, или просто закрывает. Ну, закрывает. Закрывает, фактически программу полностью закрывает. Но просто посмотрим на то, что там делается. Есть достаточно какие-то простые, интуитивно понятные аксиомы, вот, которые даже, может быть, явным образом не высказаны. Вот, а где-то и высказаны. Дальше, чтобы их обосновать, вводят какие-то другие аксиомы. Чтобы их обосновать, вводят какие-то третьи аксиомы. То есть, ну, допустим, говорят, что натуральный ряд это такой ряд, в котором после каждого числа будет большее число или что-нибудь в этом духе. То есть, как бы, занимаются именно тем, что под некий грунт, да, под вот эту, как бы, ватер-линию интуитивного понимания, то, что уже и так интуитивно ясно. То есть, ну, математика, как бы, вот, она может в две стороны строиться. Она может, как бы, настраиваться, вводить какие-то новые понятия и строить здание вверх, вот, и там будут возникать какие-то теоремы, которые действительно интуитивно не ясны совершенно, да, непонятно, так это или не так, и надо, как бы, это сводить к каким-то интуитивно понятным вещам и дальше, вот, разбираться. Вот. Это, как бы, стреление вверх. А здесь же мы наблюдаем, что вроде, как бы, вот, есть уже некий уровень, который интуитивно ясен всем, но, поскольку, как бы, это все-таки интуитивная понятность, а люди хотели вот такой полной аксиоматизации и, как бы, полной, ну, то есть, полноты и непротиворечивости, да, если там этого набора аксиом, они подкладывают, 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 вот, как бы, некие предшествующие слои какие-то создают, слои вот этих аксиом, слои построений, и вот здесь, как бы, и разверзается вот эта пропасть, да, ну, когда возникает теорема Гёделя, она, как бы, говорит, что если мы захотим эту систему аксиом, так сказать, сделать непротиворечивой и полной, нам нужно будет создать более широкую систему аксиом, вот, которая, как бы, в свою очередь тоже будет либо полной, либо непротиворечивой, нам нужно будет ее дополнять, вот, и так далее. Ну, там проблема состоит в том, что изнутри вот этой системы нельзя будет доказать ее непротиворечивости и полноту, надо будет обязательно из нее выйти. А чтобы, а раз из нее мы выходим, опять же, как, как, если мы, допустим, из нее вышли, то как опять-то, опять-то, обосновывать, как это возможно, извне доказывать непротиворечивость математики. То есть, если мы изнутри строим систему, то изнутри эта система доказать свой непротиворечивость и полноту не может. Вот, собственно, на этом и строится все построение. А если как бы извне доказывать, тогда надо обосновывать, почему мы можем извне что-то доказывать. То, что извне – это внешний подход по отношению к математике. Поскольку он обоснован, это требует отдельного обоснования. Но поскольку такое имманентное построение, в итоге, благодаря этой теореме, исторический крак потерпела, можно сказать, что победила противоположная концепция интуитивизма у Анкары, которая примерно следующая заявляла, что в понимании каких-то математических, геометрических величин входят какие-то интуитивные коррелята. Что мы потому понимаем и оперируем, что имеем какое-то интуитивное представление, исходя из нашей жизни, исходя из нашего повседневного опыта. Это понятно. И физика ведь точно так же, не классическая физика, она ведь тоже не может же повиснуть в воздухе. Для того, чтобы она была нам понятной, надо ее свести к какому-то нашему жизненному опыту, к нашему обычному опыту. Классическая физика полностью базируется на обычных наших стандартных представлениях. Совершенно она естественна. Не классическая, она становится неестественной. Чтобы хоть что-то понимать, кроме математики, надо пытаться какие-то мосты налаживать, пытаться свести ее к тому, что нам понятно. А понятно нам обычный жизненный опыт. То есть любое движение науки в сторону все больше и больше абстракции, все больше и больше математизации, оно всегда связано с тем, что надо все-таки и обратное движение совершать, как бы все это приводить к некой понятности. Ну да, то есть она движется от этой понятности, и эта понятность является для нее как раз, собственно, действительным основанием. То есть действительное основание математики не где-то там какая-то придуманная система максимум в глубине, а вот этот уровень понятности, интуитивных каких-то ясных вещей, понятий, что такое точка, мы понимаем сходу, мы понимаем, что такое, так сказать, прямая, ну много таких вещей. Здесь интересный вопрос возникает с понятием диалитической логики. Дело в том, что когда Гегель сам такое понятие не вводил, но у него было некое понятие спекулятивной философии, той философии, которой, как он считал, можно инкропорировать противоречие, и оно не разовеет всю систему. И тем самым он якобы нечто добавил новое по отношению к формальной логике или логике рассудочной. Что интересно? Интересно то, что несмотря на то, что он написал трактат, мы можем прочитать науку логики и пытаться что-то там понять, все равно непонятно, что же он написал. Потому что то, что нам понятно, оно как-то базируется на обыкновенном нашей рассудочной логике. Все его доводы против того, что вот рассудочную логику надо как-то преодолеть, надо как-то из нее выйти за рамки, все это только некие призывы, некие лозунги. Потому что не можем мы порвать связь с рассудочной логикой, потому что если мы с ней порываем полную связь, или вообще выходим за ее пределы, то мы теперь потеряем всякое понимание, то есть мы теряем всякую понятность. И поэтому для нас, и сколько уже прошло времени, вот эта вот логика, спекулятивная логика Гигель, она остается непонятной. То есть есть люди, которые могут ее, например, заучить наизусть. Ну и что это дает? Но они даже могут как-то воспроизвести построение. Заучить наизусть совершенно конкретные ходы. Как мы уже много раз говорили, она не является как бы логикой вот такой бессодержательной, как вот формальная логика. Такой логикой, которую можно было бы как, не знаю, как некую сеть, как некую форму чистую, как чистую форму накладывать на любые содержания. Она, эта логика, ну, как бы насколько мне представляется, она вырастает из содержания. То есть это логика, которая как бы содержательна в себе. Вот все эти движения, все эти отрицания... Это полбеды было бы, если бы она была просто содержательна в себе. Вопрос состоит... Это значит, что она происходит один раз. Вот в таком виде, в каком она происходит? Нет, он читал-то на самом деле, что вот эта некая логика, вот она пронизывает... У него же здесь есть мистическое основание, да? В виде вот этого духа мирового, который пронизывает все, да? От неживой природы, там, и живой природы, и человек. Да, ну, нет, ну... И это основание единое, и основание укоренится именно в этой логике спекулятивной. Ну, скажем, если как бы вычинить вот эту спекулятивную логику в качестве, там, вот этой триады, синтез, то есть тезис, антитезис, синтез, то формально эта триада как бы не говорит ни о чем. Почему, как бы, из этого тезиса, из этого антитезиса вырастает такой синтез, а не другой, а не третий, а не какой угодно? Вот. Невозможно, как бы, правила какие-то логического вывода здесь представить. Это понятно. Вот. Это все правильно. То ты просто описываешь, в чем различие между диалетической логикой и формальной. Вопрос в различии состоит. Может быть, Гегель, допустим, как-то понимал, как ее надо построить. Но вопрос состоит в том, можем ли мы понять из того, что он построил, что-нибудь, не обращаясь, как бы, не возвращаясь каждый раз в рассудочную логику. А если мы каждый раз возвращаемся в рассудочную логику, понимаем мы что-нибудь в этой диалетической логике, кроме того, что вот рассудок может не расчленить. Ведь вопрос же в том состоит. Можно ли уповать на такую логику, которая сама по себе непонятна, но вся понятность, которая состоит в том, что мы возвращаемся к рассудку, В рассудке что-то производим, потом говорим, что вот надо тут что-то перейти в какое-то другое состояние, и там все понятно. Мы туда переходим, как перешли, от чего перешли, почему именно так или по-другому, эта вещь остается нам непонятной. Но тем не менее, вроде бы как в этом и состоит диалетический луи, в этом таком переходе мистическом. Я считаю, что Гегель, как ты говоришь, тезис-антитезис и синтез связывают в мистическом образе. Что на самом деле никакой такой связи нет. Вот, допустим, наука ввела такое понятие, как бифуркация. Есть некое состояние, два очень близких состояния, между которыми там, состояние системы, между которыми различия просто грандиозные. Стоит только из одного состояния в другую перейти, система полностью меняется. Состояние бифуркации. Так вот, понятно, как это можно было описать математически, понятно, как это можно, в принципе, понять, исходя из нашего опыта лично. И, кстати, пример приводил бифуркации, вот там, игра, он играет в Старкрафте, вот в Старкрафте прибегает войско какое-нибудь, и если оно вынесет полностью базу, то противник полностью проиграл. А если ему базу не удастся вынести, то на самом деле ничего не произошло, он потерял армию и, может быть, сам проиграл. То есть, там буквально разница между тем, что база полностью вынесена и база, как бы, там, она покалечена, но еще осталась, там, она незначительна, там, можно бесконечно мало подвести, там. Но, тем не менее, как бы, состояние системы резко меняется. И такие бифуркации, там, линейка, да, когда линейку сжимаешь, вот, между ладонями, да, она может либо вверх скакнуть, либо вниз. То есть, это вот тоже состояние, и никак невозможно предсказать, нет ни такого закона, который объяснил бы, как, почему она в то или иное положение встанет. То есть, в каком-то отношении, быть может, то, чем занимается диалектическая логика, она вот пытается, может, формализовать такие состояния, когда нету никакой причины, почему система в другое состояние перейдет. Вот, мы же сейчас чем занимаемся? Мы хотим сейчас найти некое новое основание, где причинно-следственное рассуждение не является чем-то существом. Другое основание. Не причинно-следственное, да, а другое. Так вот, мы для этого, что, какие, что мы подводим? Мы говорим, вот, об основании, хотя, на самом деле, я не знаю, там, слово основание, мне не очень нравится, потому что оно часто очень означает просто причина, да, просто другое слово для причины. Вот, но я говорю, да. Да, ну, да, но оно часто означает просто другое слово для причины. Да, хотя можно это различить. Да. Чтобы различить это, ну, тут единственный способ это различать, то есть, либо вообще не различать, либо различать по принципу, как бы, различия пространства и времени, на мой взгляд. Вторая вещь, это вот, которая, я про Ниши говорю, Ниши придумал некое рассуждение от симптомов, да, когда рассматривается некий феномен, исходя из своего контекста, и не подсовываются никакие предшествующие состояния этого феномена. Да, вот рассматривается система, да, или феномен, как она есть, и обсуждается, и изучается эта система, исходя из контекста, в котором она находится. Ну, вот рассуждение про болезнь, там, и здоровье. Это второй подход. Да, и вот третий подход, который, возможно, да, он как-то связан с диалетической логикой. Ну, диалетическая логика – это пример, да. Это пример вот бифоказ, когда, или пример того, как вот зарождается, вот, спонтанно зарождается в вакууме, там, электропозитронная пара, то есть, некое событие, которому ничего не предшествует, и которому невозможно подставить никакую причину. Просто в буквальном смысле причины как бы нет. Может быть, понимаешь, вот, когда мы говорим, что причины как бы нет, тут я всякий раз попадаю в некую растерянность. Потому что, что такое объяснить, вот, с научной точки зрения? Это значит указать причину. Когда мы говорим, что явление имеет объяснение, если мы указали причину этого явления, откуда оно возникает. Поэтому, когда вот вдруг возникают такие вещи, как... Нет, ну, с бифуркациями тут нет, конечно, такой проблемы. Потому что, допустим, как ученый ответит на этот вопрос? Он скажет, что вот есть как бы начальное состояние, это причина раз. Есть закон, как бы изменения, это причина раз. А какой закон есть? Это невозможно предсказать, какой... Нет, бифуркация, это нелинейное, как бы это решение, так сказать, какого-то нелинейного уравнения. Да, оно дает несколько решений. Вот это, ну, в каких-то точках, вот этих бифуркаций, да, так сказать, в состоянии вот этого предшествующего хаосу. Вот. Оно дает несколько решений. И невозможно предсказать, какой из них реализуется. Да. Но, если какой-то из них реализовалось, мы спрашиваем, в чем причина его. Нам могут сказать, что это вот предшествующее состояние, из которого, собственно, все возникло. И вот этот вот стахастический закон, который имеется. Подожди, а с диалетической, разве не так? Вот есть какие-то противоречия, да? Во что они разрешатся, мы не знаем. Но когда они разрешились, мы можем указать всю цепочку причин, почему случилось именно так и не иначе. Разве не так обстоит дело? Разве не возникает? Закона нет, закона нет. Закона нет до того, как событие случится. Потому что... Нет, нет, нет. В случае, как бы, в случае вот этой стахастической динамики, да, ну, это нелинейный, мифферкационный, как бы, есть уравнение, да, есть их решение, есть, допустим, вероятности реализации того или другого решения. То есть, как бы, есть, ну, в каком-то смысле вся возможная информация, да, как бы, остается вероятностный характер. Нет, ты говоришь о математике. А по сути, на самом деле, это как объясняется? Нет, просто представь себе на секунду, что, допустим, был бы тоже какой-то там закон, да, формальный, который бы говорил, что из вот такого антитезиса и такого синтеза с такой-то вероятностью, допустим, да, возникнет, ну, так любят же люди фантазировать там на форумах, вот такой-то, с такой-то вероятностью возникнет такой-то синтез, с такой-то вероятностью такой-то, с такой-то такой-то, вот. И дальше возникает синтез, мы говорим, окей, все, как бы, не таким образом мы проверяем, собственно, теорию нашу, да, мы проверяем нашу логику, мы проверяем, что она работает. Мы там несколько раз антитези столкнули, у нас реализовались такие-то симптомы. А полноты исходов у нас нет, да? Да, у нас нет полноты исходов, и у нас даже нет никакого... Мы могли бы набрать полноту исходов, если бы мы знали, что искать. И если бы мы вообще имели хоть какой-то там, допустим, вот этот вот гипотетический закон. Ну, конечно, в философии такого не будет и не надо. Я к тому, что различия есть. Да, я понял. Есть существенные разницы, я согласен, да, действительно. Там все-таки, когда мы говорим, то у нас есть два состояния, линейка вверх загнулась или вниз, да? Да, во-первых, есть, так сказать, вот конкретные исходы. Во-вторых, есть какое-то начальное состояние, да, и мы можем, так сказать, предсказать, как часто будут реализовываться эти исходы. Если оно, как бы, абсолютно, так сказать, ровно стояло, да, то, так сказать, ну, 50% туда, 50% туда, это, можно сказать, даже без уравнений. Вот, если там чуть-чуть, как бы, какие-то отклонения, то все равно будут в разные стороны, просто с другими вероятностями тут уже надо считать. И а к чему вообще весь этот разговор о методологии завожу? Потому что философия не должна держаться от каких-то классических штампов, да, вот что всякое рассуждение должно двигаться от причин к следствию, что ничто из ничего не возникает, потому что все эти штампы уже даже наукой преодолены. Ну, да, но тут еще есть более существенный разговор, если бы мы про дилектическую логику заговорили, и про, ну, и отчасти это разговор, как бы, про вот это, причину и основание. Разговор о движении. То есть, если мы понимаем движение, ну, вот, собственно, переход, как бы, от одного к другому, просто как некое следование логическое, да, то есть, вот есть, как бы, конечное состояние, и его причиной является начальное состояние, и они, как бы, взаимооднозначно связаны. То мы, как бы, описываем движение, и в то же время мы описываем его с помощью покоя. Мы, как бы, ну, как и всегда, опять же, да, в рациональной логике. Мы все, как бы, сводим к покою. У нас все, вот, как бы, все смыслы, все вещи, все сущее. То есть, движение – это сшитое состояние покоя, да? Да, движение – это, как бы, мы приводим движение, сущность которого, как бы, ну, если там, какой-то там, может быть, экзистенциальной точки зрения говорит, состоит в том, что начало и конец движения не сосуществуют, что это, как бы, преобразование, что это трансформация, что это, как бы, превращение, скажем так. Вот. А мы сводим вот это движение к двум покоящимся и относящимся друг к другу, как элементы, структуры. Вот. Мы сводим, короче говоря, мы сводим моменты, мы превращаем моменты, вот, в смысле, наговицы, да, помнишь, у него там были моменты, как бы, вот, собственно, в движении и причина, и осуществление – это моменты. Как только мы моменты эти, которые вытягиваем один, исчезает второй, вытягиваем другой, исчезает один, их невозможно, как бы, растянуть и оставить, вот, одновременно два момента невозможно вытянуть из вещи, да, как только мы вытянули их, оставили и превратили их тем самым в элементы, мы свели, как бы, движение просто к статичной структуре. Мы занимаемся структурализмом, вот, который является, как бы, на самом деле, как бы, сказать, образцом рациональности, несмотря на то, что там… Но субъект тактов у нас же так и получится. Да, субъект тактов у нас так, он и представлен такой структурой, как раз, да. В такой структуре. Как бы, активность, которая была, как движение, на самом деле, вот, активность – это движение, мы ее, так сказать, вот, и, возможно, как бы, да, диалектическая логика пытается воздать этому движению, как бы, словословие к ему, ну, настоящему движению. По крайней мере, ну, то есть, говорит о том, что вот надо было бы вот его сохранить, вот, надо было бы мыслить как-то иначе, чтобы, ну, собственно, это превращение проживать, да, то есть, мы должны в мысли проживать это превращение каким-то образом. Не так, что мы должны в мысли следовать одного к другому и в любой момент иметь возможность вернуться, вот. Вот, то есть, вторая проблема, как бы, структурного мышления, вот это, вот, покоящегося мышления, что оно обратимо. Вот, мы, как бы, как туда двинулись, так и обратно можем двинуться, вот. Ну, конечно, есть причины, есть следствия, есть, как бы, там, если математическую логику говорить о ней, там, есть маленькое множество, есть большое множество вложенные, предикаты, субъекты, но, тем не менее, никто не мешает нам в каком-то виде обращать эти отношения. Вот. Вот. Движение же, как бы, по, скажем так, по своему понятию, да, которое мы пытаемся вывести, поскольку оно имеет отношение ко времени, оно должно быть, вот, как бы, необратимо. Вот, был, так сказать, был плод, раз, как бы, он превратился в цветок. В обратном порядке это не происходит. Время необратимо. То есть, наоборот, цветок превратился в плод. Как раз субъект актов, это таков, но вот субъект переживания у нас, или субъект проживания, который мы исследуем, да, он как раз вот именно движущийся такой, да, он же вот как раз находится в постоянном движении, да, во времени. Да, да, да. Именно потому, что, как только возникнет отношение, он станет покоящимся, станет вот эта точка сейчас, которую ты не любишь, да, он станет... Станет такой же структурой, опять так же сведется к субъекту актов, как и случается, собственно. Ведь, когда к нему подходит с причинно-следственной логикой, да, его, опять же, сводит к простому понятию причина, да, и все. Я является причиной сознания, я является причиной переживания, да, проживания. Переживания, проживания, движения. Движения всего. Даже окончание у этих слов похоже, да, не случайным образом. Это определенные, как бы, части речи, которые говорят про некий процесс, про некую длительность как раз. А мы бы хотели субъекта проживания схватить именно вот в этом движении. То есть мы должны, значит, понять, потому что проживание это некое движение, это некое проживание времени, мы говорим, да. Мы как раз хотим отнестись ко времени так, как оно есть, чтобы оно осталось необратимым. Все-таки, да, оно осталось временем. Оно не пристало в виде структуры, относящихся к другу одновременностей, как бы. Потому что субъект актов, это действительно некая структура, там, и время там уже несущественно. Мы просто изобразили субъект актов, как он у нас существует, да, и там уже действует, он, наверное, действует, уже для нас несущественно. Мы уже вывели за скобки время и, как бы, собственно, занимаемся, можем заниматься уже просто анализом того, из каких частей состоит эта структура. Какие элементы в нее входят, как это все работает. То есть, если мы говорим о времени, вот это феноменологический факт, как бы, не так много там феноменологических фактов, может быть, так сказать, в нашем опыте времени, но вот он есть. Что есть вещи, как бы, несовместные. Есть, так сказать, сегодня, вчера, завтра, вот. И они не существуют одновременно. Да, они как моменты. Неодновременность, это, вот, как бы, феноменологический факт времени. Собственно, как только... И мы должны сохранить его, если каким понятием, что такое субъект. Как только мы начинаем, как бы, прошлое, настоящее, будущее рассматривать как нечто соположное и, вот, как причинно-следственную, допустим, цепочку, которая, вот, дана у нас, вот, пространственно здесь раскрывается и рядом друг с друг другом существует. Мы, как бы, вот, этому, этой феноменологической данности изменяем. Я говорю, мне тут, опять же, не хватает слов, да, но вот такие вещи, как превращение, они, как бы, намекают, да, на то, что вот, вот, как бы, раз, и оно превратилось. Вот. И то, что было, исчезло, а то, что возникло, возникло. И мы видим, что они, как бы, не существуют рядом. То есть, субъект проживания, он, конечно, остается тем же самым, но другим способом, чем субъект актов. Вот, что проблема. То есть, субъект актов, он, как бы, один и то же, в каком-то смысле, потому что он в структуре находится. Понимаешь, его, его, даже действие самому себе, его сохранение... Ну, да, но мы, ведь, уже, действительно, сталкивались с этим, когда говорили про мелодию в свое время. Ведь субъект актов, субъект актов, да, он, как бы, в каком-то смысле во времени существует для нас. Как некое сущее, вот он, как бы, плывет во времени в каком-то моменте. То есть, в то время, как этот субъект проживания, хоть скоро он проживает это время, он, видимо, как бы, вот именно, что растянут в нем. Он, видимо, является, как бы, так сказать, объемным во времени, каким-то, какой-то длительностью сам является, я не знаю. Он равномощен времени. Так что ли? Да, то есть, как вот, как в пространстве мы представляем собой некое протяженное, да, там, скажем, тот субъект проживания является протяженным во времени. Ну, это же предположение такое было. Ну, это такое предположение, оно... По аналогии. Оно, очевидно, как бы, имеет свои глупые какие-то моменты, потому что мы уже тут, как бы, вот это вот пространственность времени зашиваем, да. Но речь идет о том, что, как бы, невозможно точкой измерить прямую, вот, скажем, если мы опять с этими пространственными, да. То есть, если, допустим, мы точка, мы субъект, который во времени плывет, мы не можем измерить кривую, ну, то есть, прямую. Мы все время, так сказать, точка видит точку. Вот. Когда мы во времени, мы времени не видим, именеми словами, да, это, можно сказать, про вещи. Вещи, потому как бы, вещи не знают там о своем существовании, не знают о времени, потому что они во времени. Мы же, как бы, в каком-то смысле из времени выступаем, да, или, так сказать. То есть, вещи, на самом деле, если, они, на самом деле, во времени не изменяются, они просто каждую секунду новые. Потому что сохранение, мы их сохраняем во времени. Мы связываем. Мы туда. Это различные моменты вещей, как бы, да, связываем нечто единое. Потому что наше отношение к ним сохраняется, хотя вещь изменяется, она может там портиться, там, царапаться, там, скалываться, там, там, ломаться и так далее. Но мы понимаем, что это вот, наше отношение постоянное является, поэтому вещи сохраняются во времени. Просто еще один момент, вот я застрю по поводу этого превращения. Может быть, благодаря той же самой, как бы, математической физике, там, вот этому дифференциальному числению, описавшему движение физики, примером движения для нас является таким хрестоматийным трансляцией. Когда вот какая-то вещь транслируется в пространство. И чисто визуально даже, когда вот мы про такой пример думаем, мы видим, как бы, все эти положения, вещи в разные моменты времени. Это перемещение. И они, как бы, даны для нас одновременно. Вот здесь, 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 здесь. Вот. И мы, тем самым, свели, как бы, движение к покою. Вот. Но понятие движения, оно шире. И эта широта, в частности, может, как бы, позволить по-другому взглянуть и на эту трансляцию, в том числе. Но, в чем, в чем оно шире? В том, что, вот, я говорю, если мы посмотрим, например, превращение чего-то во что-то, вот, нам уже сложнее будет. Нам нужно будет, как бы, усилие какое-то мыслительное сделать, чтобы поставить цветок и плод рядом. Да. Ну, а это легкое усилие давно для нас, да. Мы, как бы, это для нас смыслы сосуществуют эти рядом. И в какую-то, там, так сказать, опять же, логическую связь они, некую структуру логическую заключены. Но суть в том, что в каком-то феномологическом опыте они не сосуществуют рядом. Они, как бы, заменяют друг друга, они превращаются друг в друга. И это нечто иное, чем просто, там, трансляция. Кстати, это одно из возражений, как раз, философии Канта, который приводит Гейн. Гейн именно и говорит, что Кант полностью упускает весь органический мир. Потому что как раз органический мир, да, вот он уже считает, что время – это внутренняя форма. Это субъект, да. Он как раз указывает, что органический мир-то, вот, он расположен во времени в буквальном смысле. И зерна вырастает растение. Не потому, что форма нашего времени находится в сознании, а потому, что так устроено само растение, что оно расположено во времени. Это или животное, да, или животное растет. Имеет историю. Имеет историю, да. Исторично. Если, допустим, животное какое-нибудь, да, вот, ну, обычно насекомые приводят, да, там, проходит какие-то многообразные стадии, стадии червяка, личинки, стадию бабочки, да, там, как бы. И это стадия одного и того же организма. Хотя внешне, на самом деле, если бы мы не знали, да, если бы в процессе опыта мы не исследовали этих животных, мы, может, никогда бы не догадались, что это одно и то же животное. Дети там не знают, что бабочка и гусеница это одно и то же, да? И сильно относится к ним, как бы. То есть сама органическая природа опровергается предположение Канта о том, что время является внутренней формой чувства. И это, как бы, один из доводов был конкретно Гегеля против Канта. Но мы говорим о том, что мы предполагаем, что во времени расположены не только животные, да, во времени не только расположены мелодии. Ведь мелодия не существует. Вот мелодия что такое? Она расположена как-то в пространстве, нет. Она расположена именно во времени. То есть ее протяженность, мелодия вообще как целая, существует только. Если ее взять как нечто временное, она по определению временным является. То есть так же мы предполагаем, что то, что мы говорим о сознании, это есть нечто протяженное во времени. И как протяженное во времени, его и надо понимать. И только благодаря, как ты правильно говоришь, подобное может постигать только подобное, да. Мы можем слышать мелодию просто потому, что мы сами, точно так же, как и мелодия, являемся протяженными во времени. Что значит мы сами? Вот как раз мы пытаемся сейчас понять феномен сознания. В сознании, видим, такая сущность, которая принципиально расположена во времени. В сознании невозможно понять пространство. Вот как раз когда говорят о причинах, да, прежде всего всегда говорят, вот внешняя какая-то причина. Это какое-то пространственное рассуждение. Одно рядом с другим. Да. Одно толкает другое, да. А когда мы говорим о том, что происходит во времени, у нас как раз другой разговор, да. У нас происходит так, что что такое быть во времени? Быть просто протяженным в нем. Да. Если субъект не был бы протяженным во времени, он бы не мог сохранять себя, и он просто исчез бы. Теперь как бы можно навести порядок с понятиями причины и основания, и как бы, ну мне так кажется, и здесь какую-то чистоту навести. А именно, значит, когда мы говорим основание, когда мы говорим причина. Мы говорим основание, так проще. Мы говорим основание тогда, когда мы хотим обозначить нечто, что является причиной или основанием. Мне третьего слова не дано, да. И существует одновременно с тем, что оно обосновывает. Ну, то есть, вот допустим, есть фундамент, есть стены, там, крыши, дом. Вот, они сосуществуют одновременно. Вот, и вот это основание, оно как бы является основанием и там себя, и всего остального, и сосуществует с ними. В общем, так, когда мы говорим о некой структуре, у нее есть основание. У структуры, допустим, причины нет. У нее есть основание. Вот. Когда мы говорим про причину, когда подразумеваем аккуратно или нет какое-то вот временное исследование, какое-то движение, да, какое-то движение. Это движение может быть сведено к покою, как бы, в классическом мышлении, или мы пытаемся его сохранить. Так или иначе, мы как бы говорим о причине. Из одного следует другое. Вот. Вот это следование, это как бы вот этот рудимент, там, или аддавизм причины. Ну, или, там, симптом причины. Вот так. Потому что, когда у нас есть, допустим, дом и фундамент, ну, даже чисто лексически трудно сказать, что, как бы, стены следуют из фундамента. Да, понятно. Вот. Поэтому, как бы, ну, я для себя, чисто визуально, опять же, да, это пространственные картинки, я представляю себе, как бы, причинную связь, как некую последовательную, как вагончики. Ну, как вам имени, да, один момент, да, но при этом основание, а основание представляю себе, как землю, по которой они едут, да, то есть она тоже всегда есть, вот. И, так сказать, если мы, допустим, сделали какой-то слепок ежесекундный мира, да, вот, там, может быть, у него перед этим была какая-то причина, может быть, так сказать, будут еще какие-то следствия, но внутри него тоже, как бы, все эти сущие организованы, вот, с точки зрения тоже, там, науки или рационального мышления, не так, что они все строятся друг на друге, вот, как на основаниях и к какому-то основанию приходят. Ну, вот, я говорю, там, атомы строятся на основании, там, каких-то элементарных частиц, они, в свою очередь, тоже как-то распадаются, и можно и ввысь подниматься, да, вплоть до каких-то, там, кошек, вот, которые вот из этих атомов состоят и так далее. Ну, поэтому, если Хайдегер критикует вот это положение обоснований, он, как бы, говорит вот об этой пространственной вещи. То есть, даже, как бы, вот, если мы остаемся в рамках структурного вот этого мышления, мы можем там, даже не вспоминая про время, понять, что вот этим, вот, этим грунтом, вот этой землей, по которой может пойти поезд или не пойти, вот, является, вот, как бы, собственно, бытие. А ты все равно превратил все в статью. Нет, это вот я здесь превратил. Если мы хотим включить движение, да, мы можем это сделать, как бы, рациональным способом, оставив, как бы, вот эту причинно-следственную связь, либо пытаться говорить вот про движение, да, про движение, превращение и так далее. Я бы здесь еще вот что говорил, что не надо понимать, что наше исследование сознания есть своего рода выбор, да, вот, какой-то между какими-то методологическими, этими, установками, что мы, вот, отбрасываем полностью причинно-следственное мышление, да, как бы, на основе причины, это и рассуждение причинных DD, и берем какое-то новое, другое, допустим, основное на основаниях или на основном на симптомах, как вот, какова является логика НИЧ. Нет, просто вопрос состоит в том, что мы обозреваем возможности. Прежде чем приступить к предмету, мы понимаем, что исследование его подразумевает многообразие возможностей. Ну и так уж получается в философии, что, как правило, это многообразие, но оно очень узкое. Да, но в другой стороне, в этом состоит, собственно, Гегельский подход. Ведь Гегель как исследовал всякое феномен. Он говорил, что в отношении феномена можно высказать многообразное содержание. Другое дело, что он считал, что эти два многообразных содержания, которые можно высказать, можно свести к тезису и антитезису, как ты говоришь. Всегда. В этом, собственно, состоит диалектика. По любому вопросу можно всегда все содержание, которое только можно высказать, свести к неким двум противоречиям друг другу высказываниям. Тезису и антитезису. На этом основана сама наука диалектики. И потом уже, когда мы усвилили все содержание к двум высказываниям, который полностью покрывает это все содержание предметей, мы уже делаем некий синтез и двигаемся дальше. Вот, собственно, кстати, вот эта альтернатива этого пространства и временного подхода обычно во всяких книжках французов обозначается как структурализм, с одной стороны, и генеалогическая генеалогия. И, кстати, генеалогия – это всегда генеалогия ниши. Да, да, именно так. То, что я говорю, логика симптомов, это и есть логика и генеалогия. Да, генеалогия. Причем это не просто причина-следственная связь. Это вот здесь что-то сказано больше, или что-то другое. Так, подожди, логика симптомов и генеалогия-то разные. Ну, разные. Я-то еще ускорился за тобой. Генеалогия – это одно, логика симптомов – это другое совершенно. Логика симптомов исходит из контекста. Но вот мне кажется, как раз логика симптомов, она в каком-то смысле структуральна. потому что у симптомов взял Дейлёз, он как раз встал на это положение. Он же и моментный у нас парень, да. Потому что логика симптомов как раз... Вот смотри, симптом существует одновременно с болезнью. Болезни и симптомы. Вот они проявляются. Но они одновременно. Собственно болезнь проявляется в симптомах. И мы, зная симптомы, можем сказать что-то о болезни. Но болезнь — это не причина симптомов. Связь между болезнью и симптомами — это некая просто... Как связь между структурной связью. Опять же, вот если мы представим себе структуру какую-то, что это такое? Это какие-то шарики, точки, которые соединены какими-то линиями. Вот такую, представьте себе. Ну, вот, допустим, Солнечную систему взяли и соединили ее палочками. Вот это структура. Вот эти связи между ними, это как раз структурные связи. Собственно, определением структуры является что? Что важны вот эти связи между элементами, а элементы там не важны. Вот это структура. И важно то, что там нельзя сказать, что из этих элементов является причиной чего. Вот они просто связаны, да, отношения структурные. Вот эти два элемента связаны, вот эти два элемента связаны. И сказать, что это отношение обязательно причинно-следственное нельзя. Ну, это конкретно будет структура. Может быть причинно-следственная структура, а может быть просто структура связанная. Значит, мы говорим уже о том, что... Я раньше выдвигал тезис, что объяснение означает указать причину. Теперь мы переходим к другому определению. Объяснить значит указать структуру. Потому что можно структуру причинно-следственную указать, то есть указать причину. А можно структуру другую указать, как структуру симптомов. Обнаружив какие-то симптомы, мы можем делать предположение, о чём идёт речь. Если мы видим перчатку, мы можем предполагать, что мы увидим дальше руку. Есть некое предугадывание на основе каких-то незначительных данных. Это ведь не логика причин, правильно? В общем, в структурализме, я так думаю, возникает в ситуациях, когда, допустим, надо ответить, что раньше возникло, курица или яйцо. Они как бы... невозможно сказать, что курица или яйцо... Причины невозможно. Да, да. Но при этом они относятся совершенно определённым образом. Они как бы соотносятся, и они создают некую структуру. Кстати, вот насчёт курицы и яйца, это как раз действительно парадокс причины, можно сказать. Есть курица и яйцо. Укажите здесь причину, что будет перевеять. И, собственно, это же своего рода опория зенона такая новая по отношению к причинно-следственному рассуждению. А так, казалось бы, это простая... Ну, как вот эта змея, кусающая себя за хвост, это простая структура, две вот эти точки, и они соединены двумя отношениями. Одно отношение, когда из яйца рождается курица, и второе отношение, когда из курицы несёт курицу. Пытаемся в структуру удержать сущность. А в качестве основания этой структуры что может быть? Бытие, яйценесущих, пернаток. Способ бытия, яйценесущих, пернаток. И всё. Слишком всё хорошо. Мы говорили о том, почему Ницше является предшественником того, чем мы занимаемся. Я хотел всё-таки вернуться к Ницше и попытаться понять, что он пытается сказать по поводу причин. У него есть такая работа, называется «Сумерки идол». Это одна из последних его работ, в которых его философия, если можно так выразиться, выкристаллизовалась. В наиболее ясном и чётком виде. Ну и вот там есть такая глава, так и называется «Четыре великих заблуждений». Я специально для этого взял книжку. Показываем книжки, да? Да, чтобы прочитать, потому что тут существенно обратиться к тексту. «Заблуждение ложной причинности» – это третья глава. Я тут немножко засчитаю, с вашего позволения, потому что мы сейчас попытаемся просто понять, что же имеет в виду Ницше. «Заблуждение ложной причинности». Во все времена полагали, что знают, что такое причина. Но откуда взяли мы это знание? Точнее, нашу веру, что мы знаем это. Из области знаменитых внутренних фактов, из которых ни один до сих пор не высказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли. Мы полагали, по меньшей мере, что поймали тут причины с поличной. Равным образом не сомневались в том, что все анкетокидентия поступка, его причины, надо искать в сознании. И что они найдутся там, если их поискать, в качестве мотивов. Иначе ведь мы не были бы свободны совершить поступок, не были бы ответственны за него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется? Это важно. Что «я» производит мысль. Из этих трех внутренних фактов, которые, по-видимому, служили ущательством за причинность, первым и самым убедительным является факт воли как причины. Концепция сознания, духа, как причины. А еще позже, концепция «я» субъекта, как причины, родились лишь впоследствии, после того, как относительно воли причинность была установлена как данная, как империя. Между тем, мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. Внутренний мир полон призраков и блуждающих огней. Воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет. Следовательно, также ничего более не объясняет. Она только сопровождает события. Она может также и отсутствовать. Так называемый мотив – другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее прикрывает антикедентия деяния, нежели выставляет их. И даже «я» – оно стало басней, фикцией, игрой слов. Оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть. Что отсюда следует? Что нет никаких духовных причин. Вся мнимая империя в пользу этого пошла к черту. Вот что отсюда следует. И мы мило злоупотребляли этой империи. Мы создали на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология. Она не делала ничего другого. Всякое совершение стало для нее действием. Всякое действие – следствием воли. Мир стал для нее множеством действующих лиц. Действующее лицо – субъект – подсовывал себя под каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три внутренних факта. То, во что он тверже всего верил – волю, дух, я. Он выудил понятие бытие впервые из понятия я. Он понял вещи как нечто сущее, по своему подобию, по своему понятию я, как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, что вложил в них. Сама вещь, повторяю, понятие вещь, просто рефлекс веры в я как причину. И даже еще ваш атом, господа механики и физики. Сколько заблуждений, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме. Не говоря уже о вещах в себе. Хоррендум пудендум метафизиков. Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью. И сделать мерилом реальность. И назвать Богом. Что я хотел бы здесь заметить. Что Ницше уже понимает на самом деле, что субъект и я как причина. Это нечто феноменологически недостоверное. То есть вот он говорит, что как может быть я причиной мышления. Ведь мы же точно об этом же и говорим. Мы говорим о том, что субъект актов, мы различаем субъект актов, напоминаю, и субъект проживания. Субъект проживания это и есть я. Но субъект проживания не является причиной таких актов, как мышление. То есть вот то, что Ницше здесь пишет, как некое... То, что он здесь, можно сказать, гениально предвосхищает, еще не понимая, может быть, что он говорит. А мы уже просто это пытаемся обосновать. Это во-первых. Во-вторых, насчет воли. Вот он указывает на то, что я... Как волей является причиной. Ну, во-первых... Шикарно вот это вот, мне так понравилось, что воля сопровождает. Да. Вот я и хотел указать, да. Это красиво очень сказано. Во-первых, что воля сопровождает, я ничего не причиняю. Да. Иначе говоря, из этого отрывка вот следует... Может сопровождать, а может и нет. Просто я вставлю, да, здесь, когда он пишет про то, что воля сопровождает события, а может сопровождать, а может не сопровождать, даже в каком-то смысле по своему желанию. Так, это можно почитать. Здесь заложена вот эта идея, какие-то зачатки идеи самоучреждения. А именно, что вот события, они и так уже идут. Как бы есть какая-то данность, которой себя надо как-то очертить, которой себя надо учредить, которой надо за какие-то действия взять на себя ответственность, инициированы они тобой или нет на самом деле. Хотя, как я говорю, там вся антология этого самоучреждения подразумевает, что вот этого на самом деле нет. На самом деле не существует. Ну, не суть. Вот воля сопровождает события. Что это значит? Что вот событие есть, и мы можем либо согласиться с ним, и сопроводить его своей волей. Понимаешь? Да-да-да-да-да. Согласиться, сказать миру «да». И тогда, как бы, наша воля сопровождает события, и это наше действие становится. Мы берем ответственность за то, какие акты мы сами же совершаем. Да. Вот. Либо, как бы, мы можем, так сказать, не сопровождать своей волей это событие, тогда, как бы, мы, собственно, лишаемся... Не, ну мы можем и сопротивляться еще. Ну. Субъект актов порождает акты, и мы этим актом можем сопротивляться. То есть, на этом, в частности, основана возможность такой дисциплины, как этика, да. Этика, в чем это значит? Мы можем это сдерживать самих себя, да. То есть, у нас возникают какие-то поползновения, какие-то движения, да, внутренние, там, какие-то желания, а мы можем эти желания сдержать. Тут вот просто для того, чтобы... Не, ну, я тут замечу, что все-таки ничи, еще раз, этой философии монетности, даже, как бы, желание сдержать, понимаешь, это тоже, может быть, не твое желание, понимаешь? И этическая воля, это не твоя воля. То есть, может быть, просто другая воля, как бы, ну, не другая, другая сила, скажем так, оказывается сильнее, и мы сопровождаем ее. А можем и не сопровождать тоже ее. Тут просто следует некое пояснение сказать. Дело в том, что мы уже, помнишь, обсуждали проблему Сократа, да, вот тоже из этого же трактата. Проблема Сократа, по-моему, вторая глава. Ну, это, да, проблема Сократа. И там возникало такое рассуждение, что, собственно, инстинкты и страсти, да, это и есть, собственно, сама жизнь. Да, вот, что означает в наших терминах разговор о том, что вот инстинкты и страсти есть сама жизнь. Это означает, что вот субъект актов, да, вот, который порождает акты, это и есть сама жизнь. То есть субъект актов, да, вот, порождающий акт, акты, это и есть все, что у нас есть в смысле жизни. И этим самым мы сцеплены с природой. Что интересно, что для Ницше существует в этом отношении полный фатализм. Вот, если можно дальше прочитать, относительно фатализма. Вникнем же, наконец, в то, какая наивность вообще говорить. Человек должен быть таким-то и таким-то. Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскоши, расточительные игры и смены форм. А какой-нибудь несчастный паденщик-моралист говорит на это, нет, человек должен быть иным. Он даже знает, каким он должен быть, этот лизорлютый пустосвят. Он молюет себя на стене и говорит при этом, экки хома. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему, ты должен быть таким-то и таким-то, они перестают делать себя посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях. Лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему, изменись, значит требует, чтобы все изменилось. Даже вспеть. О чем здесь говорить? Дело в том, что если человек является частицей фатума, то, естественно, мы понимаем, что нельзя говорить об этом в отношении я, в отношении субъекта проживания. Он является частицей фатума и в отношении субъекта актов. Субъект актов встроен в структуру природы. Он порождает акты не просто так, из себя, как из пустоты. Он на самом деле в буквальном смысле есть некое порождение предшествующих состояний природой. Он связан всем своим существом с природой. И вот то, что Ницше защищает жизнь со стороны природы, это означает не что иное, что он это различие понимает. Он, может быть, не может его ясно высказать. То есть, различие между тем, что есть некое порождающее начало, продуцирующее акт, а именно то, что мы называем субъекты актов, и некое начало переживающее, а именно субъект проживания. Вот это вот продуцирующее начало, он, собственно, и считает началом человека. Именно на нем основано понимание человека как частицы фатума. Потому что как продуцирующее начало, как вот субъект всех феноменов страсти, феноменов инстинкта. Откуда берется страсть инстинкта? Это все продуцирование вот этого субъекта актов. Вообще, как бы, впервые, видимо, субъекта актов заметил именно Ницше. Недаром говорят о том, что он является одним из предшественников психоанализа. Потому что психоанализ же потом тоже на эту точку зрения встал, что есть некое бессознательное, которое является продуктивным. Для чего я разговор о Ницше здесь привел? Ну, для того, чтобы как бы не оставить голословным ту отсылку к Ницше, связанную с тем, что он является предшественником нашего построения. Так что он уже в каком-то отношении предвосхитил то, чем занимаемся мы. Все-таки давай еще как бы все-таки Ницше обсудим. Я тут подумал, что надо еще кое-что сказать оправдывая Ницше. Просто был семинар, посвященный, на котором мы высказали мнение, что философия Ницше ничего не стоит. Дело в том, что как бы Ницше никакую систему философии не строил. Он сам говорил, что воля к системе – это на самом деле, как он так и фальзом-то звучит точно. То есть нельзя строить систему и при этом не идти на компромисс. Ну, как ты говорил, там нечистая совесть. Да, нечистая совесть при этом существует. Почему? Ну, потому что всякий раз, когда человек строит систему, он вынужден какие-то частности ради общего блага, ради общего целого системы умалять. И умалять их значения или сводить их к неким тем вещам, которые с точки зрения системы понятны. Вот, например, что делает Гегель? Ведь когда Гегель возражения выставляет в пользу того, что факты не подтверждают ваше построение, он говорит, тем хуже факты. Вот такое отношение к системе, оно на самом деле у Ницше было ведущим. Собственно, он первый как раз после Гегеля стал таким философом, который занимался разными вопросами. И именно поэтому философия Ницше выглядит, как какой-то калейдоскоп такой разрозненный. Он брал какие-то отдельные вопросы, чем-то ими занимался. Но можно выделить философии Ницше некую единую линию. Единую линию связана с переоценкой всех ценностей, она связана с их, с его имморализмом. Но если эту линию выделять, то она, собственно, не относится к философии, она скорее может относиться к социологии в большей степени. Может быть, относится к религии, она как-то относится к критике религии, да, может быть, относится как-то к психологии, да, к зарождению психоанализа, а не к собственной философии. И именно поэтому с точки зрения философии такие взгляды в современном состоянии философии уже выглядят слишком, как бы, такими простыми. То, что называется подростковая философия. Но, тем не менее, вот некие есть прозрения, которые до сих пор остаются актуальными. В частности, прозрения о том, что должна быть и необходимо выработать новую методологию для того, чтобы мочь исследовать отдельные вопросы. Вот, например, вопрос сознания невозможно поднять, если оставаться на позиции причинно-следственного рассуждения. То есть, если мы постоянно будем искать причину, то мы, на самом деле, потеряем просто сам предмет. На это указывает, в частности, классическая философия. Интересно, как бы, я сейчас спрошу, вот, догадка такая. Так, может быть, ты хочешь сказать, что мы вот на прошлом семинаре все время мучились вопросом, что же, как бы, является причиной, да, субъект тактов или субъект переживаний, вот, как они соотносятся в этом плане, да, там, кто, так сказать, кем валит и прочее. То есть, не означает ли это, что, может быть, сама постановка вопроса, как бы, ложна? Не, не надо на меня сейчас. Как бы? Возможно, да. Как раз на прошлом семинаре, я помнишь, говорил, что непонятно, является ли я причиной сознания? На как надо понимать сознание? Или, если не я, например, что является субъект проживания причиной сознания? Является ли я причиной проживания? Является ли я причиной, допустим, эмоций, там, да, и неких состояний, переживания своего? То есть, я пытался рассуждать в некой причиной-следственной логике, а на самом деле мы теперь говорим о том, что, поскольку для субъекта проживания существенное понятие время является, и вообще рассуждение о времени поднял, поднял на высоту, как бы, у Хайдики, да, у него даже его трактат основной называется «События и время», то нам надо как-то придумать какой-то новый лук, новый подход методологический, который связан именно с тем, чтобы время осталось существенным фактором. Вот, например, это Ницше, я ее называю, у Ницше логику симптомов, да, когда болезнь, это есть болезнь и есть ее симптомы, и мы исследуем болезнь через ее симптомы. Мы говорим о болезни через ее симптомы, но болезнь не является причиной симптомов, то есть какая-то другая логика, да, или вот как ты рассказывала о Хайдикире, да, вот это вот положение об основании, да, вот есть некое основание, да, но основание не является причиной того, С чему оно служит основанием? Основание – это есть некое понимание или объяснение. Я к тому, что может быть сам вопрос, а кто из них главный субъект переживания, ну как мы его пока называем, или, так сказать, субъекта, кто из них главный, может быть, сам вопрос, пославленный в смысле причинности или в смысле воли, он исходит из какой-то неправильной посылки. То есть из какой-то неправильной логики вот этой причинности. Она не неправильная, она просто несоответствует предмету. Ну, неправильно в том смысле, что не соответствует предмету. То есть мы, когда набрасываем предмет, мы ничего не получаем. Может быть, там есть тоже структура, но это структура отношений не причины и следствий, как я говорил, а какого-то другого отношения. Ну, допустим, мы говорили, вот есть курица и яйцо, она демонстрирует другое отношение, не простой причинно-следственной связи, а какой-то более сложной. То есть мы должны структуру построить во времени структуру. Вот так яйцо и курицу. Они находятся в отношении некой временной. Мы точно так же сознание должны понять, как некую структуру, растяженную во времени, как мелодию. Не, ну я говорю, можно не только так. Можно и структуру пространственную какую-то тоже попробовать построить, пока нам никто не запрещает. Никто не запрещает. И с субъектом актов, но это не обязательно должна быть структура, в которой вот эти отношения есть причинно-следственные. То есть может быть они... Мы не должны забывать, что такая возможность есть. Но просто эта возможность, она не ухватывает сущность того, что мы пытаемся понять. Ну вот еще раз, как бы солнечная система, например, это тоже структура. Там есть отношение притяжения, гравитации. Да, солнце как бы самая массивная вещь в этой системе, она больше всех, так сказать, притягивает остальных. Но, как бы, в целом они все взаимодействуют. И нельзя сказать, что из них является причиной движения. А что, там, ну, что здесь причина, как бы, или основание, или главный элемент. Ну, то есть, я говорю, с точки зрения массы, там, солнце можно назвать, но не обязательно. И бывают двойные звезды, допустим, да, вот две звезды вращаются друг к другу. Они в отношении находятся. Но это не отношение причинно-следственной связи. Вот, нам надо, как бы, иметь в виду, что бывают еще и такие отношения. Не то, что иметь в виду, а просто, я считаю, что, вот, мы подходим, мы же хотим попытаться сознание объяснить. Ну, мне кажется, что с классической точки зрения объяснить означало не просто описать, да, а указать причину. Да, да, да. Как об этом сообщает Декарта, спиноза, прежде всего, да. Так вот, а теперь мы становимся на точку зрения, что объяснить это не обязательно, указать причину. Объяснить это, возможно, еще и другие факторы. Указать основание, там, указать структуру во времени, да. Ухватить как-то, описать. То есть, может быть, описать это не является объяснением, но описать это некая ступень к объяснению. То есть, или как в логике симптомов, да, вот, если мы через некие феномены проглядываем некое общее этих феноменов, вот, как симптомы болезни, да, мы находим одно проявление, второе проявление, третье проявление. И потом, благодаря объединению этих проявлений, мы говорим о чем-то таком, что является общим для этих проявлений, да, но и общим не в виде причины, а общим в виде какой-то сущности, за ними стоящей. Вот это, вот, можно сказать, это тоже некое объяснение, да, вот это тоже есть некое построение. То есть, объяснить, получается, что в наших новых терминах может означать просто сконструировать. Сконструировать то, как, возможно, оно выглядит с точки зрения, вот, логики симптомов. Теперь вот я еще хотел как раз перейти к обсуждению субъекта, так, как он понимается в классической философии, прежде всего немецкой классической философии, да, там, то, что касается всеобщего субъекта. Или трансцендентального субъекта, как он у Кампа, там, или у Фихтера и у Шеллинга присутствует. Мне вот что странно, смотри, трансцендентальный субъект, это в каком-то, это уже не эмпирический субъект. Вот мы постоянно, когда мы рассуждаем о сознании, мы все-таки имеем в виду эмпирического субъекта, потому что мы понимаем, что, что такое субъект. Это вот некое живое сущее, да, вот настоящее, вот так ты говоришь о бытии, да, это вот то самое бытие, да, живое. Когда разговор идет о трансцендентальном субъекте или о всеобщем субъекте, ведь речь идет о вот некой причине в смысле науки. Надо вот указать абстрактную причину. Не реальную причину, да, вот, а некую абстрактную причину. Потому что одно и то же явление, одно и то же явление, а именно действие человека, можно объяснить, исходя из того, чтобы привести некую абстрактную причину его действия. И считать, что вот это, и обозначить это действующее лицо или эту причину, субъект. То есть в некотором смысле, когда мы говорим о трансцендентальном субъекте или о всеобщем субъекте, речь идет о том, что человек сводится к некому понятию человека. И действует уже только понятие, насколько оправдано вот такое использование субъекта. Потому что, возможно, что в классической философии именно потому теряется вот этот субъект проживания. Потому что проживание всегда является только эмпирическим. Что, собственно, переходит сразу, минует вот эту вот стадию эмпирического субъекта, и Кант так рассуждает, и Гегель, и Фихт так рассуждает, и Шейлинг там, да. Они сразу переходят, потому что все, что связано с эмпирическим субъектом, это как бы им кажется случайным, да, вот отдельный человек, что-нибудь такое. Это не значащее нечто. Надо перейти в сферу мысли, да, в сферу всеобщего, и там рассуждать. То есть они сразу теряют сам предмет, переходя к мысли, а мы уже говорили о том, что мышление тотально, оно все делает мыслью. Они потеряли субъект именно в этом смысле, потому что у них субъект превратился во всеобщего субъекта, и, естественно, стал только причиной. Более никаким другим образом трансцендентальный субъект понять нельзя. И у них получилось так, что этот трансцендентальный субъект порождает и мысли, порождает даже реальность, он у них порождает. Трансцендентальный субъект, он порождает все, всю совокупность этих сущих, всю совокупность сущностей. Порождает он, он является неким порождающим началом. не готова кличе да не как правы ищет именно что он а субъекта у нас есть открытие причинам конкретно сущен ясно причин обобщая эту подробную причину приходит не касса причины у них у австракта субъекта который является обстрактной причины для этого по всем пока же день оказывается богом потому что бог будет да именно так это как бы пока пробок не будет на улице я имею ввиду бог им бог будет также именно в том что именно таки философии не вообще как бы бог является абстрактной причиной, а вот в философии он возникает обычно таким образом. Бог же порождает весь мир точно так же. Он является субъектом актов мира он является, если можно так вырезаться он является демиургом он этот мир создает он его порождает. Что здесь интересно на самом деле? Интересно взять Гегеля. Дело в том, что у него всеобщий субъект в каком-то отношении является так же и сущим дело в том, что у него например такие общности как народ, государство они являются в том же отношении субъектами действительно, мы же разговаривали когда-то об Гегелях в каком-то отношении народ он представляет собой некое живое целое потому что у этого народа есть единый язык некая единая жизнь некие единые представления культура многое что общего у этого народа есть и можно в некотором смысле считать что когда люди объединяются то их объединение представляет себе точно так же эмпирического субъекта но уже на более высоком уровне не на уровне отдельного индивида мы же говорили о том, что отдельный индивид является так же неким социальным целым а вот теперь мы берем это социальный целый народ и он в некотором отношении является тоже эмпирическим все-таки субъектом но Гегель говорит, что он не является эмпирическим субъектом Гегель говорит, что в народе, в государстве всеобщий субъект достигает своей как бы истины почему? потому что мы видим здесь некую всеобщность с одной стороны только всеобщность понятую реально то есть люди реальные и конкретные люди объединились в некую всеобщность допустим, народ некую общность или в государство они объединились или даже, например, такая общность, как семья несколько людей объединились в такую общность, как семья и семья уже представляет некую единицу общества может сказать, что в семье есть некий субъект то, как семья действует как нечто единое оно представляет собой некий субъект но ведь субъект, она представляет собой Именно в том же двух состояниях, как субъект актов с одной стороны и как субъект переживания с другой, точно так же разделяется. Так вот, что интересно, что у Гегеля субъект, вот этот всеобщий субъект, вот можно было сказать, субъект науки или субъект рассуждений, почему-то он в процессе своего развития и в процессе своего восхождения к каким-то более высоким формам духа, он проходит также формы таких общностей, как народ и государство. То есть у Гегеля не все так просто. Получается, что Гегель понимает субъекты народа и государства как всеобщие субъекты. Но эти ведь субъекты точно так же эмпирические. Вот что в любом случае. Они эмпирические, да. Но они как бы, вот тут совершенно прозрачно, допустим, ну как, не совершенно прозрачно, но почему нам понравилась во время идея этих эгрегоров, да? Потому что действительно, может быть, плодотворно мыслить их как субъекты актов. Да. Вот. Мыслить, что активность, да, воля исходит от них. Не от отдельных людей, а как бы от вот этого объединения, которое является чем-то большим, чем отдельные люди, да? Вот. Чем-то иным, скажем, да? Да. Вот. То есть это не просто сумма воль отдельных людей, а это как бы вот такая непростая сумма, да. Целая, как бы, складывается не просто как сумма составляющих слагаемых, а некоторая прибавка. Вот целая, оно есть нечто большее, чем сумма его слагаемых. Так, простая альтметическая сумма. Целая большее. Вот таким целым является народ, и сюда сложная, так сказать, интерференция. Да. Сложная. Вот. Ну, оно что сложное. Да. Это прекрасно все. И в этом плане, допустим, если во все это поверить, да, то тоже как бы есть некий момент веры. Ну, допустим. Правдоподобно все. Становится очевидным, что этот субъект есть субъект актов. Таким образом понять, что он одновременно, так сказать, и самосознает себя, что он, как бы, является каким-то субъектом проживания. То есть, ну, это проблема, это даже тут встает проблема другого, просто-напросто. Потому что, так сказать, вот есть мой опыт, да, феноменальный, и я, как бы, знаю, что я проживаю время. Вот. Уже про тебя там, допустим, я это не очень знаю, но, так сказать, как-то там, домыслив, не знаю. Вот. По крайней мере, этот опыт только мой, да. Про другого человека... А давай к этому подойдем не со стороны феномена, давай со стороны методологии. Мы же можем говорить, что вот есть два способа подхода к объекту, да, или к некому феномену. Первый способ подхода — это причина следственная, да, и мы тогда получаем, что вот этот эгрегор или субъект, вот этот всеобщий в виде народа или государства является причиной, да, его действий. То есть государство или народ действует как-то, единым образом, да. Конечно, он действует через представителей, через конкретное личности, все неважно. У него есть какая-то единая воля, как ты сказал, там, единое, как бы, чаяния какие-то есть единые, да, там, единое представление о том, как правильно, как должно и так далее, да. Много чего есть у них такого, что вот как бы вот рассея в этой общности, в этой, и этой общностью признается, и к каждым отдельным индивидам признается, как свое, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь если подойти к этому целому, со стороны вот этой логики симптомов, то есть можно сказать, что вот у этого целого, это целое проявляется в каждом отдельном индивиде, или, например, в том, что это общество порождает, если мы говорим об обществе, о народе говорим, там, или о государстве, А оно порождает некие институты, оно порождает некое государственное устройство, границы, оно порождает некие устремления, оно порождает экономику, оно порождает некие интеллектуальные движения, если они есть. Ну, как я говорю, все субъекты актов что-то порождают. Более того, может быть, даже можно сильное утверждение сделать, которое мы делали как-то, но, может быть, не до конца понимали его смысл, что структура общества того же, структура субъекта всеобщего, она изоморфна в структуре нашего сложного субъекта актов. У нас тоже есть много там разных побуждений, и они куда-то там движутся, а в итоге как бы что-то получается, в итоге есть какое-то загадочное я. Может быть, даже такое можно сказать, но при этом вот это вот проживание, этот опыт бытия, это как бы феноменологическая давность, мне кажется, вот она как-то отличает все-таки. Знаешь, я с тобой согласен, я тоже все-таки думаю... Как отличать? Мы не можем сказать, что там этого нет, может быть, там этот субъект действительно себя самосознает, там что-то проживает и так далее. Но это не наш опыт, просто. Это уже как бы не наш опыт, да. Я согласен. Знаешь, в чем причина? Дело в том, что... Извини, я еще добавлю, что методологический подход, он в принципе структурален как раз. Он одну структуру сравнивает с другой, говорит, да, они там изоморфны, подобны друг другу, все в порядке там, и хорошо. Хорошо. Да, ладно. Здесь вот в чем проблема. Дело в том, что я, или то, что мы называем субъектом проживания, оно является как бы представителем вот этих многообразий субъекта актов. Именно оно, именно с я мы ассоциируем самих себя. Если мы говорим о такой общности, как народ, и о таком общности, как государство, если там есть только субъект актов, кто является представителем этой общности? Сам субъект актов, что ли, является представителем? Он только порождает. Он включен в некую систему фатальности, как мы говорили, да, в некую систему природы, да, вот, как бы, и он действует просто поскольку он должен порождать. А кто является представителем вот этого государства? То есть, некая отдельная, или народа, просто отдельные люди, что ли? И вот они могут быть субъектами проживания, так что ли? То есть, они являются как бы медиумами, да, вот как Игорь любил говорить, да, того выразителями чаяния народа. Вот есть некая потребность, да, чтобы возник этот субъект проживания, да, возникло вот это вот я, я народа, или я государства. И должен возникнуть человек-вождь, да, или человек-представитель, или орган, может быть, какой-нибудь. Хотя орган не может быть представителем, потому что он, опять же, состоит из многих людей, да, и этого недостаточно. Может быть, действительно, что человечество не может жить в демократической системе. Ему обязательно нужен вот этот вот либо авторитет, либо вождь. То есть, тот человек, который возьмет на себя... Ну, это понятно, да. Переживание. Просто представитель — это какая-то новая фигура. Вот у нас там свидетель был, там, действующий представитель, что новый, надо подумать, какого он представляет ясно, перед кем он представляет. Что, смотри, какая интересная схема тут может возникнуть. Если мы раньше говорили вот про эти два субъекта, что вот есть действующие субъекты актов, причем их может быть много, и есть свидетель один. Свидетель один, который как бы свидетельствует. И вот это вот субъект проживания. То здесь может быть обратная структура во всеобщем субъекте. Он как бы один, он в себе аккумулировал, интерферировал все эти воли, он как бы один действует. А мы все множество свидетелей. То есть, наоборот, одна есть воля, всеобщая, да, вот этот абсолютный дух, и множество свидетелей. Тут еще, знаешь, что интересно, как бы, если возвращаться к Гегелю, что вот Гегель недаром говорит, что вот есть некий дух. Вот это, прежде всего, в христианстве было замечено, да, что, собственно, христианство, с чего началось? То есть, вот там были фарисеи, саддукеи, там, аисеи, да, и фарисеи с саддукеями спорили против... Каким способом? То есть, саддукеи говорили, что нет ни загробной жизни, как бы, нет, да, нет ни ангела, ни духа. Можно прочитать его в посланиях, в деяниях апостолов, можно прочитать о том, в чем состояли представления саддукеев. А как раз фарисеи, да, и иисеи настаивали на том, что дух есть. Ну и, как мы знаем, в христианстве, в принципе, как бы, проявление этого духа многообразно. Так вот, когда мы говорим просто абстрактно, проявление какого-то духа, мы выносим нашу собственную человечность куда-то там, непонятно куда, в космос, или куда-то там еще там, запредельное, да, там, в трансцендентное. И мы, как бы, саму свою сущность, как бы, переносим это куда-то непонятно куда. А ведь, на самом деле, если бы вернуть эту нашу человеческую сущность... Эпирическому всеобщему субъекту. Да, не эпирическому всеобщему субъекту. Надо понять, на самом деле, как она проявляет себя. то тут есть некая правильная идея. Мы же говорили, когда обсуждали всякие вороты остановки Хеллингера и другие психологические факты, что есть некая общность, которая находится между людьми, которую нельзя свести к отдельному человеку. Люди собираются, и возникает, как бы повисает над ними что-то. Назвать ли это Игрегор, или назвать ли это какое-то всеобщее сознание, или что-то в этом роде, информационное поле. Это ведь дело только слова. А суть состоит в том, что общность людей больше, чем сознание или духи отдельных составляющих его людей. Так же здесь. То есть Игрегор это понимает, и мы пытаемся выйти на то, можно ли действительно, а видимо это нужно сделать, вводить такие субъекты, как субъект народа, субъект государства, может быть еще какие-то есть субъекты, надо подумать, субъекты, может быть города, как мы обсуждали Игрегор. Семью-то назвал, да. Семью, да, все субъекты, все семьи. Что интересно, просто эти субъекты, они являются точно так же эмпирическими, потому что составляющие их люди точно так же живые, да? И они вот, и этот субъект точно так же имеет время, да? Но это не абстрактная причина. Не абстрактная причина, как вот я говорю, не трансцендентальный субъект. Это не трансцендентальный субъект, это существенное различие есть, между всеобщим субъектом, понятым как процентентальный субъект, то есть как просто субъект, это как абстрактная причина, да? То есть субъект, сведенный к некой абстрактной причине, да? Как субъект, скажем так, который используют в науке, как точек. Различие огромное. И есть, да, вот есть субъект, он реальный, он точно так же эмпирический, но он является в каком-то смысле всеобщим, он состоит из многих субъектов. Но, по сути, наверное, ничего другого в этом слове всеобщей и нет в данном контексте, когда мы проэмпирически говорим, как может быть отсутствие вот этого феноменологического какого-то поля, доступного нам, нет? Что его пока отличает? Просто сказать, что он является суммой, я говорю, мы сами являемся суммой, как мы уже обсуждали, различных устремлений. Да, мы просто хотим понять, мы хотим это понятие субъекта вывести, то есть понятие субъекта дать его максимально полное обозрение. Мы не должны как бы ограничиваться только... Ну хорошо, и не будем предварительно, так сказать, различать и расставлять там по полочке. Да, мы пока не знаем, мы просто вводим, что вот понятие субъекта, оно вот так же используется для обозначения других вещей, да? Точно так же реальных, точно так же существующих, да? Но существенно отличных. И там, может быть, субъект, он тоже какой-то непростой. Может быть, он там раздваивается, а может быть, не раздваивается, это непонятно. Ведь он тоже является, в том числе, и юридическим субъектом. Вот, например, фирма, есть юридический субъект, да? Или, допустим, там, страна, она есть юридический субъект международного права. Опять же, опять же субъект, понимаешь? И она выступает, может быть, там, допустим, агентом войны, там, или наоборот, там, чего-то. Ну, то есть, многообразные отношения выступают с другими, такими же субъектами, такими же многообразными. Это важно просто понимать, на самом деле. Эти примеры нам могут подсказать, что такое субъект. Как мы его должны обобщающе понимать? Вот о чем речь идет. Ну, и, как бы, тут еще очень важно, вот, все эти рассуждения, вот, о тракцентальном субъекте, они иногда выглядят якобы наукообразными. Действительно, ведь наука что делает? Она берет, как бы, какую-то эмпирическую причину, да? И возводит в некую абстрактную причину, и в этом абстрактном поле причин она выстраивает, обусим, теорию, да? И потом объясняет все вот эти эмпирические причины. В этом есть некая научность. И вот, как бы, философия, которая, благодаря развитию науки, тоже захотела быть научной, да, стать строгой наукой, да, она тоже попыталась взять причину, ту реальную причину, которую представляет собой человек, да, ту реальную причину, которая представляет собой субъект, так-то, и возвести к некой вот абстрактной причине, попытаться на этом выстроить некую науку. Допустим, как Фихтер пытается науку учения построить, так. Опять же, как бы, можно сказать так, вот есть сущий человек, вот, которая, в смысле вот этой почвы, для нас является, вот, феноменально, хорошо говоря, феноменально доступным. Вот это вот, как математики интуитивно понятные вещи. Именно так, да. Вот. А мы, как бы, говорим, нет, не он, есть причина, а есть причина, как бы, всеобщая. Да, какая-то научная причина, есть какая-то теория. Да, мы при этом конкретное сущее подкладываем, не какое-то трансцендентальное, а конкретное. Вот. И, как бы, и обосновываем таким путем. Вот. Единственное, что, как бы, я хотел сказать, что, по поводу сложения вот этих вольтов, интерференций и прочее, от того, что, как бы, воли складываются каким-то сложным образом, допустим, да, это еще не значит, что они не складываются механически. Ну, то есть, вот, допустим, собрали, там, 3-го, 5-го, 10-го, много людей, да, вот у них, допустим, как-то сложились вольт. Вполне возможно, что, как бы, ну, к чему и стремится, там, наукообразная теория этих эгрегоров, к тому, что есть, как бы, некий закон, по которому, как бы, ну, неизвестный, там, который, может быть, можно устанавливать, да, но по которому эти сообщества организуются, создаются, по которому они, как бы, развиваются. То есть, вот есть, как бы, составляющие их маленькие воли людей, они как-то сложились, вот, и получилось то, что получилось. Оно не равно простой сумме, но оно таково, каково должно быть. Вот, в этом случае, все равно встает вопрос, является ли этот субъект, как бы, антологически основательным, более основательным, чем человек. Ну, сложились воли, ну, ладно. Вот, но он ли является, как бы, опять же, в смысле, в смысле вот этих причин, в смысле рациональной логики первопричиной, вот, или все-таки человек является первопричиной? Это, как бы, остается открытым. А помнишь, мы обсуждали такой вопрос, интересный, что, о том, что человек не является социальностями, что человек, в принципе, изначально социальный, не в том даже смысле, что он является внутри себя социальным, а что, в принципе, он нацелен на социальности, что он нацелен на другого, исходя из того, как он устроен. Да. Так вот, возможно, целым, из которого мы должны рассматривать человека, является не отдельный человек. Не отдельный, а общество. а общество. Именно из общества мы можем понять, что такое человек. То есть мы должны взять... Вот мы берём, хотим понять, что такое сознание. Мы берём отдельного человека и видим на самом деле, что если мы просто берём отдельного человека, то мы понять его не можем, что такое сознание. Может быть, нам надо подняться до более большой цельности, до общества, да? Или до коллектива, хотя бы до семьи подняться, да? Вот как делает Хеллингер. На самом деле у него его расстановки называются просто семейными расстановками, в буквальном смысле. Все его работы последние семейные расстановки. То есть он берёт на почве семьи, рассматривает, отдельного члена семьи, отдельного элемента этого целого. Возьмём, допустим, семью. Может быть, понять человека можно, исходя из некой общества, которая есть, и наоборот, спускаться вниз. То есть мы, понимая того, что представляет собой, например, современное российское общество, можем понять, что такое человек, который находится в этом обществе. Конечно, человек, каждый отдельный человек общества, там есть какие-то многообразия, вариации, может быть, это более похож, более типичный для этого общества, менее типичный. Есть некий архетип у каждого общества. Наверное, некоторые этому архетипу следуют, стараются быть похожими на человека. Например, советский человек был такой. У нас такие разговоры были. Вот он советский человек. Он поступает как несоветский человек, как говорите. То есть он поступает неправильно в каком-то отношении. Но я не об этом даже хочу сказать. Я хочу сказать, что, возможно, для того, чтобы понять, что такое сознание, недостаточно только внутреннее смотреть. А может быть, еще надо и внешне. Вот методологически, как можно это высказать? Можно сказать так, что возможно, что к этому может подполкнуть? Методологически к этому может подполкнуть ситуация, когда мы, допустим, занимаемся этим феномологическим опытом. И он оказывается неполным. Ну вот, как эта система аксиом. Мы обнаруживаем некую внутреннюю неполноту. Какие-то зияния, лакуны. Какие-то вещи, ну, сингулярности какие-то, да, которые, так сказать, выпьют. Которые раскрывают, так сказать, вот эту имманентность какой-то, так сказать, к чему-то, к какому-то целому. Апеллируют внутри. Ну, вот есть пример, да, такой. Понятие, которое, как бы, феноменологически пусто. Но при этом, которое, вот, является креугольным в смысле понимания, там, человека, допустим, как конечного существа. Это понятие смерть. С феноменологической точки зрения, смерть, вот, это всегда моя смерть. Нет, как бы, какой-то чужой смерти. То есть, ну, чужая смерть, это вообще другой феномен, да. Это феномен утраты, это феномен, там, не знаю, боли, там, сострадания и страдания. Вот. Но это не феномен, так сказать, вот этого чистого небытия, ничто. И феноменологически наша смерть, как бы, как действительная смерть, нам недоступна всегда. Это, как бы, известный разговор. Но какие выводы из этого провистекают? Ну, при этом, как бы, вот это понятие смерти, бытие к смерти, там, 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 уже Хайдгер, можно почитать, да, является каким-то крайне важным, там, может быть, краеугольным, ну, вот этот феномен, да, феномен, который феноменом не является, является краеугольным камнем всего нашего существования. То есть, мы как-то, вот, в отношении этого феномена, не феномена ориентированы, и, собственно, если что-то и делает нас конечными, да, то вот некая такая перспектива. А тут и сразу возникает другая вещь, а ведь род, да, род бессмертен. Да, род бессмертен. Да. Вот, нет, но... Получается, что, на самом деле, вот, то дополнение, которое нам не хватает, поскольку мы смертны, мы обретаем в роде. То есть, мы порождаем своих детей, дети, как бы, в этой культуре, которую мы создаем, да? Ну, ты немного про другое говоришь, но это тоже можно так рассуждать. Я про другое хотел сказать, что, вот, странным образом, да, этот феномен доступен нам только как внешний, вот, но он нам крайне нужен, чтобы, как бы, вот, ну, то есть, даже не нам, хорошо. Скажем так, Хайдеггер, допустим, крайне нужен феномен такой, да, чтобы построить вот это конечное существо. Существо временное, существо, которое не является вечным трансцендентальным субъектом, которое не является, как бы, вот, вечно пребывающим, а которое, вот, конечно, со всеми вытекающими последствиями. Вот ему нужен этот феномен, но его нет, и его можно занять только у других. То есть, ты, как бы, способен, вот, опять же, ты только там можешь сопереживать, чувствовать утрату, только внешним образом каким-то дотянуться до него. Но при этом ты, несмотря на то, что у тебя другого пути нет, только этому и обязан. Ну, вот, это некий феномен, который размыкает тебя, ну, среди прочих, конечно, да, на других. У Пикора есть интересное высказывание такое, да, которое, с одной стороны, как бы, успокаивает человека, а с другой стороны, над ним издевается. Ну, что там, никто не... Нет, он говорит о том, что, говорит, когда мы живы, говорит, смерти нет, да, а когда есть меч, то нас нет. Да, но это не беспокоится. Это чистая логика, да, это чистая логика, но в том-то и дело, что эта логика в нашей жизни, как мы знаем, разорван. Вот, это не так. Смерть-то очень даже, как бы, и есть, хотя ее нет. На самом деле, ведь надо шире брать слово смерть. Умирает наши родственники, убирает наши родители. Об этом мы говорим. Умирает наши друзья. Да, да. Она для нас постоянно есть, она где-то рядом. Она есть, да. Ну, еще раз, как бы, феноменально это нечто другое. Но при этом ничего другого, кроме этого смысла и нет. Вот. Ну, то есть, никакого другого опыта, кроме этого. Я понимаю, для того, чтобы понять смерть, надо выйти в более широкий контекст. Я к тому, что здесь вот есть, как бы, мостик вот какой-то такой вовне, да, вот, который, ну, вот, это та самая сингулярность в феноменальном опыте, да, та самая лакуна, вот, которая его размыкает. Ну, это может быть один из примеров. Один из примеров. Конечно, да. Вот. Но, тем не менее. Ну, если честно, просто разговоры о смерти, они слишком, как бы, попсовые такие, да, они популярные, как бы, и то, что там на них, это... Я не хочу сказать, что он неважный, он существенно важный, там, любая религия, как бы, может быть, во многом начинается с того, что вот с осознания, да, что человек конечен, и как-то что-то с этим надо как-то справиться, как-то решить вопрос, как это так. То, что мы понимаем внутри себя, что вроде как и чувствуем себя бессмертными, да, но, тем не менее, вроде как это, эмпирически понимаем, что мы умираем. То есть, вот здесь, вот, опять же, вот та самая интересная противоречия между тем, что мы сознаем одно и чувствуем одно, а фактически мы реализуем другую. То есть, наш вот субъект актов умирает, и вместе с этим субъект актов умирает и я, который чувствует себя бессмертным, тем не менее. Хотя, почему оно чувствует бессмертным? Может, оно вообще вне времени находится? Или как-то вот непонятно, как оно находится? Я не в том смысле, не вне времени, в мистическом имею в виду, а оно, может быть, как бы это время как-то по-другому чувствует? Ну, да, я не знаю, насчет пространственных этих... Ну, пока мы этот вопрос, может, бросили, бросили. Может быть, следует говорить, что мы рядом со временем, рядом. Я и хотел сказать дальше, вот именно, что, как бы, отношение его со временем другое, чем отношение со временем субъекта актов. Потому что субъект актов, порождая акты, он на самом деле, как бы, да, он как бы во времени, как и любое другое сущее. Он именно во времени, именно поэтому он связан всеми вот этими путами, да, фатальными, да, с природой. Именно поэтому он в этом детерминистическом мире вот просто существует со всем другим сущим, да, и вполне, как бы, вот, как бы, то, что приспособился, да, вот, некой среде, и в этой среде как-то живет. А вот я, да, вот, то, что мы называем сознанием, оно, как бы, как бы, другой природы, но не в мистическом смысле другой. Не то, что оно, как-то, там, какие-то другие миры. Другая природа со своими другими терминистическими законами. Нет, я к тому указываю, что вот есть некая феномена религии, которая, любая религия всегда говорит, что вот душа отличается от тела, да, там. Я просто указываю на то, что все-таки это различие для человека является фундаментальным. Вот есть другое, другой субъект, да, вот, который мы назвали субъект проживания, он как-то, отношение его со временем другое. Он не во времени существует. Мы уже говорили, что это различие между субъектом актов и субъектом проживания, оно как-то параллельно различию вот этого бытия и сущего. Да, именно так. Вот, поэтому, как бы, в чем лукавость, ну, не лукавость, да, в чем подвох вот этого разговора о душе, допустим, да. Потому что душа это тоже понимается как некая сущая другой природы, да, как ты говоришь. Мы как бы просто объясняем человека, вот, мы видим его внешность некую, тело там, то есть все, пятое и десятое. Но мы говорим, нет, не это есть конечная причина, а есть вот душа, вот, которая, как бы, есть сущая другой природы. Вот там, допустим, вечной природы, да, вот, как раз-таки. Вот. Интересно, что в этом отношении значит дух? Кстати, дух, как бы, по своему понятию, явно отсылает к чему-то всеобщему как раз, да? Я думаю, дух отсылает к мышлению. Думаешь? Да. И вообще, обычно душу связывают с тем, что паниома, да, это здесь, как бы, дыханием связывают, да, с тем, что, почему тело движется, да, а дух связывают с тем, почему тело, как бы, там, может преследовать цели, там, мыслить, рассуждать и так далее. Ну, да, но если как бы... Ну, все это, все это различие, оно, на самом деле, очень неточное, и оно такое предварительное, и получено оно в такие незаправленные времена, оно не соответствует, как бы, даже феноменологические реальности, они, но, не соответствуют. Поскольку даже в наших рассуждениях уже мышление, это просто один из многообразных актов, у нас есть многообразные другие акты, это, там, восприятие, мышление, там, ну, и всякие другие акты там есть. То есть, для нашего исследования важно было бы структурировать, да, человека в другом, не в различии душа, дух и тело, да, которое само по себе не точно, и соответствует для реальности, да, это некое древнее представление о том, как устоит человек. Не-не-не, все правильно, я просто к тому, что, если такое различие есть, оно опирается на какую-то логику, вот, и неплохо было бы эту логику вскрыть тоже, по ходу пьесы, не потому, что она правильная. Потому что на ней можно было бы проверить наши выводы. Ну, во-первых, на ней можно было бы проверить наши выводы, во-вторых, она бы тоже дала нам возможность понять что-то о человеке и о том, почему вот он так, ну, о каком-то историческом, не знаю, этапе мышления, вот. То есть это была бы своего рода генеалогия, вот. Да, а это вот то, что ты говоришь, было бы вот именно генеалогией, да, действительно. Почему, как бы, так сказать? Почему именно так? Да. Согласен. Я говорю, что вот у меня, как бы, вот я высказал гипотезу, да, может быть так, это, так сказать, просто бросил, что вот душа, это, возможно, попытка, как бы, под одно сущее подложить другое, вот, просто иной природы. Вот, что-то такое полупрозрачное, как эти привидения, да, и стюля сделанное, вот душа такая. Согласно Арестопилю, душа же есть форма тела. А, согласно, это уже другой разговор, это уже красиво, вот. Ну, не просто форма интеллекта. Ну, форма, да, и в этом смысле она у него смертна, как раз, разрушается форма, и, если, ну, как бы, ну, то есть, как форма, она может где-то там, как форма и остаться, да, но при этом любое разрушение, ну, у Арестопилю душа смертна. Да, душа смертна, да, ну, по крайней мере, и телевожу. Я вот это, еще одно не могу понять, вот, смотри, даже вот, если методологическом плане мы допускаем возможность других способов, другие способы рассуждения, не только причинно-следственные, да, допустим, вот, как я говорил, логика, там, симптомов, там, или структурное какое-то там построение. Все-таки, нам все равно надо исходить как-то из самого предмета, да. Как бы это ни звучало смешно, но вот, понимаешь, мы, как бы, вот, мы подвели некие методологические основания, да, вот, некие методологические возможности. А теперь, как бы, вот, нам надо взять само сознание, как оно есть, и уже использовать инструментарий, который у нас есть, там, возможно, ну, вот его и следует. То есть уже делом заняться только. Тихо, да, надо было заняться, как бы, делом. Ну, для того, чтобы заняться делом, ведь надо как-то в этом отношении, так вот просто не сядешь же, не начнешь рассуждать, вот, там, сознание. Надо об этом как-то подумать, понимаешь, вот, надо, может быть, взять, может быть, сейчас паузу уже, да, и к следующему семинару подумать, как вот. Ну, чтобы воды тут не лить сейчас. Валее, да, ты не лить сейчас, чтобы понять, что теперь можно вот с наших методологических позиций сказать... Мы уважаем потенциальных слушателей. Именно так. Лучше так, потенциального слушателя. Потому что, ну, действительно, мы сейчас, опять же, попадаем, опять же, в некое состояние, ну, как бы, смыслового завершения, да, вот нашего разговора, да, и дальше сказать вроде как нищую, просто дальше надо думать. Да, и исходя из того, что мы вот надумаем, уже можно дальше это уже обсуждать. Этим небольшим сообщением я хотел бы подвести некоторые итоги нашего исследования феномена сознания, которые мы осуществляем в составе лаборатории философского штурма на двух семинарах. Собственно, этими итогами я хотел бы предвосхитить некий возможный будущий прорыв в нашем исследовании, для того, чтобы обозреть нынешнее состояние исследования данного вопроса на наших семинарах. Собственно, после того, как мы различили субъект актов и субъект проживания и сделали это различие достаточно четким и ясным, мы попытались, чтобы продвинуться дальше, поработать также с методологией вопроса. Действительно, очень важно не только исследовать сам феномен, но и обратить внимание также на методы, с помощью которых они исследуются. Одно дело, если вопрос, который исследуется, является простым, а другое дело, когда вопрос является достаточно сложным и требует специфических методов подхода к нему. Феноменология учит, что надо исходить из самих вещей. И поэтому для понимания такого феномена, как сознание, необходимо обратить внимание на те феномены, в которых это сознание проявляется. То есть необходимо обратиться к самой реальности того, что мы называем сознанием. Чтобы обратиться к этой реальности, необходимо расчистить завалы понятийные, завалы теоретические, которые связаны с многообразным исследованием этого вопроса в предшествующие периоды. Мы знаем, что теме сознания уделялось очень много внимания и в классический период философствования, особенно Гегелем. И после Гегеля есть целая философия сознания, которая изучает этот вопрос. Но для того, чтобы обратиться к методологии, мы прежде всего поставили вопрос о том, соответствует ли методология причинно-следственного понятийного аппарата самому предмету. Мы говорили о том, что субъект актов вводится нами как причина актов. И мы говорили о том, что субъект актов описывается в причинно-следственной методологии. И мы считаем, что это описание является достаточно адекватным. По этому поводу на нашем семинаре мы пришли к единодушному мнению. Но тем не менее, субъект проживания, опыт обнаружения этого субъекта является специфическим. Он связан с тем, что существенным является время. Опыт проживания является некоторым опытом, который совершается во времени. И невозможно это время вывести за скобки. Дело в том, что когда мы обсуждаем субъект актов, то мы можем время вывести за скобки, рассматривать субъект-объектную структуру как некую структуру, просто как некое состояние статики. И рассматривать эту статику как некое изображение того, как выглядит реальность, как выглядит реальная динамика процесса. Но мы не можем отнестись к субъекту проживания с позиции построения такой статики Мы не можем создать такую статическую модель для того, чтобы понять, что такое субъект проживания Потому что в субъекте проживания само время, проживание самого себя или проживание времени является существенной характеристикой А бросить ее невозможно Именно поэтому для того, чтобы достичь здесь какого-то успеха, требуется методологию, связанную с понятиями причины и следствия Заменить на какую-то другую методологию И вот мы обратились, точнее мы обратили внимание на то, что у Ницше, когда исследуют свои вопросы, связанные с моралью Он подходит к этому вопросу с другой методологией, которую можно было бы назвать методологией симптомов О чем здесь идет речь? Вот он говорит, что, например, молодой человек заболел Ну, речь идет о его примере, который он приводит в «Сумерках идолов» в главе «Четыре великих заблуждений» Вот он говорит, что молодой человек заболел, он бледный В чем состоит причина того, что он является таким? Можно было бы указать причину, состоящую в том, что какая-то внешняя болезнь напала на него и ослабила его, и сделала больным А можно было бы говорить о том, что сначала он сам внутренне ослаб, сначала он сам внутренне подкосился, и потом болезнь овладела им То есть болезнь является не изначальной причиной того, что молодой человек оказался в такой ситуации А болезнь явилась следствием То есть в данной ситуации причины и следствия поменялись местами Но речь идет не о том, что можно жонглировать причины и следствия А речь идет о том, что, видимо, в подходе к таким вещам, как болезнь, нужно применять другую методологию Что же это за другая методология? Эту методологию я назвал логикой симптомов Что это означает? Вот, например, есть некая болезнь Эта болезнь проявляется в симптомах Собственно, сама болезнь, есть некая сущность А симптомы – это только ее проявление Но между симптомами и болезнью нет причины и следственной связи Это некоторые вещи, которые осуществляются одинаково В зависимости от того, как проявляет себя болезнь, в каких симптомах Мы по симптомам только можем установить саму болезнь Но тут возникает интересная вещь Что мы можем... Симптомов, допустим, много Мы можем... Но ведь каждая болезнь, она проявляется в многообразной симптоматике Одна и тот же комплект симптомов может соотноситься с разными болезнями И наоборот Одна и та же болезнь может проявляться во многих симптомах Здесь как бы вот соответствие между сущностью, то есть болезнью, и между ее проявлениями Оно невзаимно однозначно По этому поводу я хотел бы просто зачитать отрывок из Делеза Из работы, которая называется «Представление Захи Мазоха» Для того, чтобы просто ясно и четко прояснить то, о чем я говорю Вот для чего служит литература, пишет Делеза Имена сада и мазоха служат по меньшей мере для обозначения двух основных извращений Это изумительные примеры действенности литературы В каком смысле? Случается, что какие-то типичные больные дают свое имя тем или иным болезням Чаще, однако, свое имя болезням дают врачи Примеры болезнь Роже, болезнь Паркинсон Условия подобных наименований требуют более внимательного рассмотрения Врач ведь не изобрел болезнь Он, однако, разъединил симптомы до сих пор соединенные Сгруппировал симптомы до сих пор разъединенные Короче, составил какую-то глубокую оригинальную клиническую картину Вот почему история медицины по меньшей мере двойственна Есть история болезни, которая в зависимости от состояния общества И достижений терапии исчезает, отступает, возвращается или меняет форму Но есть и другая история, наслаивающаяся на эту первую История симптоматологии И она может как предшествовать трансформациям терапии или болезни Так и следовать за ними Симптомы получают имена Переименовываются Сгруппироваются как-то иначе Прогресс с этой точки зрения достигается обычно В смысле большей спецификации Свидетельствующей о более утонченной симптоматологии Ясно, что чума или проказы в прежние времена были распространены шире Чем сегодня Не только по каким-то историческим или социальным причинам Но и потому, что под их именами сгруппировался целый ряд Ныне разъединенных заболеваний Великие клиницисты это величайшие врачи Когда врач дает свое имя той или иной болезни Совершается лингвистический И одновременно симеологический Акт огромного значения Поскольку этот акт связывает определенное имя Собственное с определенным множеством знаков И приводит к тому, что имя собственное Начинает коннотировать знаки Иначе говоря, для того, чтобы понять, что такое сознание Нам теперь нужно обратиться к самой реальности И промаркировать ее О чем я сейчас говорю Дело в том, что всякий раз Мы, используя язык и наше мышление Слишком быстро спешим понимать Мы теряем реальность Когда приступаем к пониманию Почему? Потому что мы реальность пытаемся Пытаемся реальности навязать некие понятия Что такое понимание? Понимание это связывание реальности с некими понятиями Понимание это сведение Чего-то нам неизвестного к тому, что нам известно То есть понятие это есть то, что нам известно То, что нам понятно И мы пытаемся реальность перевести ее состояние самобытности в наше состояние, в состояние знания. Так вот, сведение этой реальности в состояние знания есть понимание. Так вот, как всякий раз, когда мы спешим с пониманием, мы упускаем саму реальность. Мы не должны такого допускать. Поэтому первым делом феноменологии состоит в том, чтобы эту ее реальность различить. Но различить, это означает в нашем случае также промаркировать. Мы должны найти, и, как кажется, мы это уже частично сделали, некие различия в самой реальности и дать им слово, дать им маркеры. То, что я называю субъектом актов, как причиной актов, и то, что я называю субъектом проживания, как субъектом, который свидетельствует проживание, это и есть, на самом деле, не понятие, ни в коей мере. Это только маркеры, которые обозначают некую реальность. Мы еще не начали понимать. Мы пока добились только маркировки самой реальности. Надо различать, еще раз говорю, маркировку, то есть обращение к реальности с позиции фиксирования различий, которые в самой реальности расположены, и наше знание, наше понимание, когда мы к самой реальности обращаемся уже с помощью понятия. Так вот, субъект актов, это есть некий маркер, указывающий, что у всякого акта есть причина, что акты и совершаются в логике причина следственных связей. Всякое действие имеет причину, всякий акт имеет причину, и этой причиной мы называем субъектом актов. Это некий маркер. Другой маркер, это субъект проживания. Что такое субъект проживания? Есть опыт проживания себя или проживания времени. В этом опыте проживания времени субъект предстает в особым образом. Как мы понимаем, эта особенность состоит в том, что он свидетельствует некое бытие или экзистенцию, свидетельствует самого себя. Вот это свидетельствование себя, это есть некая другая данность субъекта. И эту другую данность субъекта мы называем субъектом акта. Это некие два маркера. Эти маркеры позволяют нам также разграничить многообразные проявления этого человека. А именно, мы говорим о том, что мышление относится как-то. Мы говорим о том, что сознание относится к проживанию. Мы различаем мышление и сознание. Как раз сейчас и вступает логика симптоматологии или логика симптомов в ход. Что это означает? Мы знаем, что мышление и сознание мы часто путаем. Причем эта путаница характерна даже для таких философов, как Гегель. Почему? Потому что и мышление, и сознание проявляют себя одинаково. И мышление есть мышление О, и сознание есть сознание О. И, основываясь на одинаковой симптоматике, мы указываем на то, что эти явления указывают на нечто одно и то же. Это является чем-то одним и тем же. Это одна постановка вопроса. С другой стороны, вот, например, я утверждаю, что сознание и внимание указывают на одно. То есть, внимание и сознание – это близкие явления. Но в слове эти явления различаются. Да, симптоматика их как будто разная. Я утверждаю, что они указывают на одно явление, на один феномен. Вот в данном случае мы могли бы объединить две вещи, такие как вещи, как сознание и внимание. И еще необходимо заметить также, что наши слова, допустим, мы говорим сознание. И нам надо понять, является ли сознание уже понятием, то есть пониманием, или еще симптоматикой, или маркировкой. Если сознание является маркировкой, то это означало, что эта маркировка указывает на некий феномен самой реальности. И вот этот феномен самой реальности, он проявляется в многообразных других проявлениях. Либо, если сознание есть уже понимание, то в это понимание могут быть собраны. Потому что всякое понятие, оно собирает реальность. Быть собраны разные феномены, разные реальности под одним словом, под одним понятием. И возможно, как это бывает, допустим, с симптоматикой болезни, эта сборка может быть ошибочной. Нельзя доверять языку. Мы должны также проверить, и феноменологи от нас этого требуют, и обратиться к самой реальности, и исследовать этот вопрос. Но в этом исследовании нас подкороливают две трудности. Первая трудность связана с тем, что мы не должны спускаться в исследование сознания в такие сферы, как физиология сознания, ну или психология сознания, и другие какие-то совершенно ненужные исследования. Потому что такие подробности, наверное, нам не нужны. Это с одной стороны. Потому что все-таки мы должны заниматься философией. А с другой стороны, мы не должны доверять языку, потому что язык, он не просто маркирует реальность, как нам бы хотелось. Он на самом деле уже имеет некое предпонимание. Язык уже дает некую интерпретацию реальности. Он уже имеет внутри себя, содержит некое как бы понимание, о чем я говорю. Вот, например, всякое существительное маркирует субъект. Если мы говорим, что... Если мы что-то называем существительным, он сразу становится неким субъектом. А если мы говорим о существительном, в именительном падеже. Если существительное в других падежах, в косвенных падежах, то это сразу становится объектом. Глагол маркирует действие. Если мы составляем предложение, то в этом предложении уже есть некая антология, уже есть некое понимание. Поэтому полностью доверять языку нельзя. Для того, чтобы не упустить саму реальность. Вопрос не состоит в том, что мы слишком подозрительны в отношении языка или слишком подозрительны в отношении частных наук. Нет, вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что если мы феноменологи, то мы прежде всего должны не упустить саму реальность. Иначе в процессе исследования вопроса мы просто неожиданно можем вместо неба истины, так сказать, получить облака ошибок. Вот примерно на такой стадии исследования находится наше понимание сознания. Собственно, в ближайшем будущем мы займемся то, что можно было бы назвать логикой симптомов или симптоматикой. Это нечто новое в наших исследованиях. Возможно, мы получим какие-то новые результаты. Возможно, это будет ложным ходом, ложным движением мысли. Пока же практика. Продолжение следует...